давайте уже всем привет дорогие друзья с вами передача еще больше минералов и сегодня она будет не развлекательная новостной то что новостей просто дохрена реально просто до хрена слушай да ладно шутки тоже будут у нас 26 число солнышко светит все хорошо не жутки это не серьезно мы с тобой серьезные люди мы учились нас высшее образование через выше образовать полтора полтора высших образования у меня почти целое высшее образование но то есть не да я компенсирую у нас было два выше у меня даже на двоих получается два с половиной потому что мне У меня есть высшее образование, просто я его очень растянул, потому что я был раздолбаем где-то в середине учебы, и я в итоге проучился не 5, а 7 лет. У нас получается не только время латексное, но еще и твое образование. Да, 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 абсолютно, кстати. Вот, с вами Ян Гузовлев. И Артавас Марадзян. И я сейчас... С латексного факультета. Вот, ну красиво все должно быть. Предатор. Предейтор. Вот, сегодня мы будем рассказывать вам самые интересные новости за эти выходные, их что-то накопилось реально дохренища. Какие-то не очень интересные, может быть, и не очень популярные мы не будем долго комментировать. Хотя, кого я обманываю, обычно получается наоборот, саму фигню мы обсуждаем дольше всего. Вот. Давай я буду, как в передаче, самый умный, потому что я самый тупой, быстро считается... Как Тина Кландалаки. Блин, я бы хотел такую скиллуху, реально. Вот она, мне кажется, ее прокачивала годами. Но она так быстро читает, это же вообще... И причем ты ее понимаешь? Да. Есть люди, которые быстро читают, как Артемий, я ничего не понимаю. И у них как будто латекс во рту. Да, да, да. Растянутый такой весь и вытекает. Вот. Ладно, давайте перейдем сразу с места в карьер. Во-первых, начнутся парень новостей, которые не заслуживают долгого рассусоливания. Одной строкой расскажу вам две вещи. Это Forza Horizon покинет Xbox Marketplace 20 октября. Первая, ну, самая первая Forza Horizon. Которая сейчас, если не ошибаюсь, с подпиской Xbox Live Gold доступна бесплатно. А 22 октября она вообще исчезнет из магазинов. Поэтому, если у вас есть Xbox, то вперед, скачайте скорее, пока она еще там. Потом можно будет достать ее только на дисках за деньги. Вот. А вторая новость, это то, что в Action Record выйдет 4 DLC. Пока неизвестно каких, чего, как и почему, но они будут. Вот. Собственно, такие дела. Можно, наверное, переключаться тогда. Давай я тогда стартану. Давай, стартуй. Хорошо. Для Xbox One выйдет свой No Man's Sky с мультиплеером и вездеходами. Пишет нам Никита Богославский. Огромная прибыль. И он реально выглядит лучше. Да. Извини, что я тебя сразу переживал. Хорошо. Лучше выглядит. Да. По-моему, эту игру ничто не спасет. Ну, именно концепцию. Не-не, ну ты читай, ладно. Так вот, огромная прибыль No Man's Sky прошли мимо Microsoft, но она планирует исправить эту несправедливость, выпустив Estranier. Игру о свободном исследовании космоса, которая учитывает и исправляет недостатки спорного товарения Hello Games. В Estranier не обязательно исследовать чужие миры в одиночку. Кооперативный режим поддерживает до четырех игроков. Космические исследователи могут не только разрушать объекты на поверхности планеты, но и просто изменять их формы, чтобы, например, строить мосты. Или что-то там фаллоподобное. Ракета называется. Фаллоподобное. Точно, да. При этом планета полностью интерактивна, и при желании игроки могут прокопать тоннель до самого ядра. Для того, чтобы туда ракету поместить. Да, да, да. Ну, типа, в туннель ракету поместить, да. Put the you know what in the you know where, да? Также в Estranier есть богатая система крафта, которая позволяет строить базы, средства передвижения и улучшения для них. В декабре Estranier появится в раннем доступе в Steam и программе Xbox One Preview. Наверное, здорово, но я уже устал. Я нет, я не играл в No Man's Sky, я посмотрел на Estranier. И, знаешь, он такой, типа, парни, вы про меня не слышали ничего, никто меня не пиарил особо. Ну, вот смотрите, типа, я классно играл, у меня есть все. Вот. А No Man's Sky, вокруг которого была огромная шумиха, в итоге это пшик. А здесь, ну, типа, примерно то же самое, только, ну, не на серьезных щах. Ты знаешь, я не буду ничего плохого говорить про No Man's Sky. Но нужно быть человеком особого склада, наверное, ума, чтобы он понравился. То есть, у тебя должно быть... Так можно про любую плохую игру сказать. Нет, нет, у тебя должно быть особенное настроение, во-первых, когда ты начинаешь играть в No Man's Sky. А во-вторых, усердие, нет, прилежание. Вот так. Нет, я с тобой согласен. Вопрос в том, что то, что No Man's Sky изначально планировалось, на выходе немножко не то. Поэтому твои ожидания, что ты будешь аутично исследовать космос и, может быть... То есть, сам факт того, что ты, может быть, кого-нибудь встретишь... Ты аутично исследуешь космос там. И планеты тоже аутично исследуешь. Да, но это все. А там как раз для меня была вся интрига в том, что ты кого-нибудь встретишь, может быть, а может не встретишь. А тут, получается, что нет, у тебя типа тупой синглплеер. Вот тебе вперед... Динозавр на Красную Площадь. Встретишь, может не встретишь, а в итоге... Да. Вот, а здесь мне нравится, что она такая, знаешь, это типа Kerbal Space Program, встречает No Man's Sky. И у них появляется ребенок, который больше похож на папу, чем на маму. Я про Kerbal Space Program сейчас. Вот. Мне нравится, что в ней есть вот этот кооператив, во-первых, на четверг, потому что, ну, мне кажется, это довольно весело должно. И еще Grow Home, напоминаю, кстати, немножко по визуальности. Ну, в общем, я заинтригован крайней этой игрой. Хорошо. Внезапно. Хотя у меня даже нет иксбоксов, понимаешь, но я все равно заинтригован. Куплю как-нибудь потом. Да нет, ну ладно, я на ПК куплю, так и быть. Ну, что мне... Она на ПК тоже выходит, так что все нормально. В декабре, ты уже сказал, да, она в стиме будет полная аксессия, да, так что ждем. Давай про другую игру, и как Синиташ, все непросто. Давай. Сейчас, секунду. Хорошо. Одну буквально секунду, я сейчас сделаю пару манипуляций. Один момент. Один момент, да. Один момент, два момента, три момента, четыре момента. Говорят, парень с иконой фигни не посоветует. Да. Мне нужно пририсовать икону, наверное, но... На лох. Нет, один раз я, кстати, ну, ситуация какая была, взял запост... Нет, у нас СММ-отдел запостил картинку с Хидео Кодзимой, когда он на иконе был. И в итоге мне потом один из зрителей и читателей писал в личку, говорил, что это богохульство, нужно как-то решать проблему. Я, если честно, выпал в осадок, потому что, ну, вполне возможно, кого-то это действительно задевает, а с другой стороны ничего плохого в этом нет. Хотя, опять же, сейчас я могу сказать, что ляпнуть что-то лишнее, но это настолько тонкая тема. Это очень тонкая тема, но у меня, знаешь, ощущение, отношение к этому довольно такое, возможно, непопулярное, но, на мой взгляд, вот это безумие, связанное с оскорблением чувств верующих... Уже начинает граничить с безуми, которое происходит с толерантностью на Западе. То есть, когда у тебя там уже происходит, ну, какой-то переклин, и ты вот, вот все, что у тебя происходит, ты начинаешь через эту призму воспринимать. И ты не можешь по-другому, и это начинает, ну, это уже не здоровая хрень, на мой взгляд. Ну, то есть, серьезно. Ну, это точно так же, как я сейчас смотрю на разные видеоигры, вижу там объективацию, и, в общем-то, мне окей с этим всем, да, но я замечаю уже. Угу. Вот так, наверное, и здесь. Я как-то, ну... Я как-то не замечаю, но теперь ты сказал, я буду об этом думать весь вечер. Говорят, зао РПЦ не спит, я нормально, я практику проходил, кстати, в редакции РПЦ. О господи, ты... Не о господи? Ладно, перейдем к следующей новости. У Forza Horizon 3 большие проблемы с предзагрузкой на ПК. Вот что, Кёрст, на самом деле. Да, да, к сожалению. У Forza Horizon 3 появилась в Windows Store. Проблемы у сервиса, к сожалению, есть некоторые, и вот сейчас мы о них немножко расскажем. Некоторые покупатели никак не могут предзагрузить Forza Horizon 3, хотя формально скачивание уже работает. У кого-то файлы просто исчезают, если загрузку поставить на паузу, а потом продолжить. Вот так вот, ну типа такой запаузил, а она тебе, на, не будет тебя. Без паузы, ну типа никаких перерывов на обед, качай всю ночь. Вот так вот, да. Да, да, это я уже сказал. У кого-то файлы исчезают сами по себе, просто так. Потому что, ну типа, ха-ха, мы просто исчезнем, потому что мы можем. Когда загрузка почти завершилась. Нормально вообще. У кого-то загрузка прерывается, потому что Windows 10 внезапно собирается обновляться. С этим, кстати, я тоже знаком. Я помню, как у меня перед трансляцией просто винда такая, понимаешь, пошел ты в жопу. Мне плевать, что ты запустил трансляцию, что тебя смотрят люди. Я просто сейчас возьму и перезагружу компьютер. Потому что я тут стоял, типа, целую ночь, и я не мог этого сделать. Но теперь, когда ты пришел с утра, я перезагружусь. Это уже даже нисколько непредсказуемая тема, сколько, по-моему, нормальный результат работы Windows 10. Forza Horizon 3 весит около 49 гигабайт. Это довольно много. А ведь у многих людей даже на западе тарифы для подключения к сети имеют ограничения по количеству трафика. Кроме того, у Forza Horizon 3 есть издание Ultimate Edition за 7000 рублей, которое предлагает начать игру уже 23 сентября. За несколько дней до официального выхода. И как спрашивается воспользоваться бонусом дорогущего комплекта, если Windows Store то и дело прерывает закачку. Проблема возникает не у всех, но с ней все равно нужно что-то делать. Команда Turn 10 Studios, родительница серии Forza, на официальном форуме написала, что ударная группа и ударный отряд Windows Store уже исследует ошибки и пытается их исправить. Пока геймеры вытворяют всякие кульбиты с командной строкой и танцуют с бубном, потому что делать больше нечего, приходится выживать как можно, если хочется поиграть в Forza Horizon 3. Я думаю, что либо эту фигню уже пофиксили, либо пофиксили в ближайшее время, потому что уже как бы время пришло. Игра, там, типа, люди хотят играть. Надо. Надо. Чини, как говорится. А у нас следующие новости снова про великий и ужасный ПК-гейминг. В патче Street Fighter V обнаружен доктор для вредоносных программ. Здрасте, приехали. Вышкай на неделю пачки Street Fighter V добавил в игру нового бойца Уриена. 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 Вообще такое имя просто. Уриен. Урик. 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 И возможность завершения поединка с использованием элементов уровня теперь вашего оппонента могут основательно потрепать декоративные слоны на заднем плане. Но помимо этих новшеств, апдейт добавил на ваш ПК Root Kit, позволяющий любому злоумышленнику получить контроль над вашей машиной на уровне ядра операционной системы естественно речь только пока идет да как сообщает британское издание the register любое вреда нас на пау на вашей системе может использовать установленные street fighter and driver чтобы полностью починить себе вашу винду капком уверяет что использует драйвер для предотвращения счетов в игре к сожалению код настолько плохо написан что открывает локальный бульдор хотели как лучше получилось не очень говоря вообще стоит признать что капком выпустила новый патч который откатывает злополучные драйвера сохраняя пурья новые нокауты и режим игры против компьютера будем надеяться что вы не в числе тех кто успел пострадать от этого скорее всего даже ну возможно даже никто не успел пострадать просто сам факт этого блин кода который вредит тебе это конечно потрясающий код же сетевой же код для street fighter написал там что ни один человек же мы же даже по-моему это обсуждали да 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 ну то есть не сейчас там месяца два назад по-моему вот что там типа один чувак написал для 4 что ли street fighter и поэтому в пятом ну то есть там там реально какая-то дичь вот поэтому неудивительно в общем как японцев вообще какие-то проблемы с онлайном все время реально ну то есть что не игра ну то есть я не могу на вскидку ворсал там плохой онлайн я знаю его оттачивали несколько частей то есть сейчас там в третьей части в более армии да то есть вы хотя бы догадались ввести какие-то пароли и прочее раньше там был реально гемор и ладно я с этими паролями в блатборне тоже заморачивался значит не очень удобно ну но раньше этого не было хорошо раньше не было раньше что вообще с кем-то хотел поиграть был геморном чистый вот это был онлайн в духе джорни типа рандом человек берешь и таскаешь с собой в этом конечно концепция была у хидатаки миядзаки но когда ты хочешь с другом побегать это концепция не очень укладывается в твою жизненную позицию вот но тем не менее все более-менее нормально патчем пофиксили стритфайтер все должны быть счастливы те чей бэкдор сквозила теперь его захлопнули и забили гвоздями хакеры теперь не пощекочут мистер робот не не войдет к вам через заднюю дверь не переживайте это какая-то многоуровневая шутка или нет почему про мистера робота я знаю какие-то нет никакие про этот просто но одноуровневая я еще второй сезон не смотрел поэтому никаких у меня не до меня какие-то отголоски просто доносятся все таки посмотри мистер робот но он же там закончится второй сезон вот меня первым смотрел по моему серии четыре я посмотрел первый сезон он очень хорош сейчас вышел второй я еще не успел его посмотреть кругом платье нмс я не чувствую твой онлайн да типа того вот ладно поехали дальше к пока версии игры тайтон фол 2 у которой как ни странно все хорошо в отличие от других игр да господи тогда хлопнул я обделался так вот респаунд на прошлой неделе до объявила системные требования тайтон фолл 2 многие геймеры удивились в сердце игры вроде как таится модифицированный старичок source а аппетиты при этом совсем не скромные продюсер тайтон фолл 2 дрю маккой постарался разъяснить что все это значит по его словам раньше минимальные системные требования были минимальными в самом буквальном смысле на компьютере с указанными характеристиками игра едва едва запускалась а вот у тайтон фолл 2 планка иная минимальные требования обеспечит вам в среднем 60 кадров в секунду при разрешении 1600 на 900 на настройках близких к высоким в доказательстве дю макку маккой приводит график теста производительности которые разработчики провели на мультиплеере игры как видите минимальная конфигурация не показывает меньше 333 кадров а в среднем держится на уровне 71 кадра установки графики с которыми проводились тест а проводился тест вы можете изучить под спойлером собственно я вам сейчас в двух словах расскажу дальше эту новость потому что действительно ну как бы конфигурации вот эти если вам интересно можете зыркнуть и потом раз зыркать вот кроме того пока версии будет следующее достоинство частота кадров до 140 до 144 фпс это типа почти в пять раз больше чем мне надо например полное переназначение кнопок чудо переназначение кнопку 2016 переключатель акселерации мыши индивидуальные файлы звуковой локализации что уменьшит размер загрузки установки ну в общем ничего потрясающих каких-то нанотехнологий нет пока с мышкой нормальная тема ну с мышкой да вот по поводу файлов локализации 144 фпс но но типа никаких нанотехнологий а я ожидал от такой игры поддержки мгада с несколькими предустановленными предустановками управления и настройками чувствительности сохранение настройки в облаке голосовой и текстовой чаты строена система борьбы с читерами в мультиплеере как говорит маккой респаун снова заручил с поддержкой компании геймблокс которая предоставит последнюю версию античита fair fight в официальном блоге вы также можете изучить тесты производительности на разных конфигурациях полистать полный список графических настроек и посмотреть на новые технологии которые респаун внедрила в движок titanfall 2 напоминаю что игра выходит совсем скоро 28 октября это почти что ровно через месяц вот такие дела хоть у кого-то на пока все хорошо это правда но пока игра не вышло так что может быть когда она выйдет знаешь все будет как всегда к сожалению но будем надеяться что нет конечно же купит айтон фолку пи сезон пас копий показа 120 к 7000 не тут тут все не так плохо вот айтон фол вроде же нет каких-то адских изданий за миллион денег это же не battlefield тема хорошая главное чтобы на запуске игра во-первых сервера электроник артс не кряпнулись во вторых чтобы с оптимизации было все нормально по моему первого данного было все вроде более-менее все работало ну как бы без каких проблем если я правильно помню вот поехали дальше наверное к необычным новостям но ты инди называешь необычным да 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 ну хорошо проект light перед и уже даже для инди немного необычную согласись нет сейчас поясню хорошо проект light fairy tale вышел на площадку кикстартер ранее известная как project light классического характера японская ролевая игра создаваемая на столбах g rpg и и playstation one наконец-то вышел на площадку кикстартер и обзавелась полноценным названием light fairy tale в качестве основных источников вдохновения студия на к ворс называет файл фэнтези 7 и breath of fire 5 а вышедшие на playstation 1 и playstation 2 цель нашего проекта вернуть в строй увлекательность и эмоциональность g rpg из 90-х годов но с более современной графикой и игровыми механиками пишут разработчики нам кажется что последние из вышедших в этом жанре игр не очень впечатляли потому что они старались быть слишком сложными и реалистичными в плане повествований такой подход уставляет немного простора для воображения и игры просто не ощущаются как наивные трагичные истории которые мы когда-то любили случае успеха компании light fairy tale целью которая является сбор 30000 евро первый эпизод игры появится в продаже в следующем году для пока и консолей текущего поколения на английском и японском языках занимательно что не заявлен французский язык ведь команда на к воркс базируется в париже удивительно кстати но так как это инди-студия бедная им не нужно приводить на французский я думаю я думаю да абсолютно нормально выпускать игру на английском учитывая что подавляющее большинство рынка поглощает английские игры я наверное сейчас включу артемия на немного выключу вашим старт вот так сразу сейчас я буду нудить потому что мне не особо нравится когда берут стартов делают вот эти вот значит старые игры как классика как доверяешь в лан чем это все сделаем придумаем будет хорошо она на деле нового она все шаблоны вот какая мсэксуна допустим ну а мсэксуна не гикстартер это играет с моря ну начинаем сцена тебя нет они не не зашло не зашло я хочу попробовать я хочу москвичу потому что ну не знаю знаешь когда вы галлеса снишился очередную там восьмилитную штучку да или там выкатывает очередной японскую рпг такой думаешь ну ну ладно ну окей да ну окей или как вот меня дико бесит выражение ну такое ну такое да я не знаю откуда этимология кстати но она дико меня выстегивает а мне нравится пожалуйста не она иногда очень в тему но вот эту тему как раз было ну я с тобой не согласен потому что я и jrpg на самом деле вот не так уж много во всяком случае выходит на западе не очень таких классических любых на самом деле на западе выходит но не немного но то есть и из того что выходит еще приходится отсеиваешь и народ тебе bravely default дал да на 2ds на 3ds ну серьезно еще уже можно было выбрать как бы категорию людей на западе ну то есть выпустили бы на тримкаст может быть сейчас не ну как бы я не против 3ds есть у многого количества людей но даже у меня есть 2ds как бы я могу играть брейли в дефолт но при этом как бы я хотел бы дома посидеть и спокойно как амсатсуна почему я хочу в него поиграть потому что я могу сесть и дома на мониторе спокойно там или на телевизоре сидеть и играть в нее а хендхелды они для меня исключительно для передвижения вот ну по городу когда я езжу я могу играть на хендхелде а дома играть на хендхелде как-то я не небольшой поклонник ну вот так сложилось вот и почему вообще взял нос то что ну забавный во первых визуальный стиль довольно миленький вот я молчу да тебе не нравится я понимаю хотя мне не нравится вот эти рисованные рисовка именно диалогов мне не нравится она убогая вот ну такая классическая анимешина причем не в лучшем но ты же понимаешь вот это вот вся тема когда я тебе рассказывал как было с вот этой польской игрой от сити интерактив которую сейчас можно скачать бесплатно в playstation плюс я забыл как называется опять и точно так же ну кстати у нас будет про нее новость про ее создателей они же делают search сейчас а у search появились новые скриншоты и мы это обсудим сегодня все будет хорошо и от меня пожалуйста не надо игра называется лорд салда фолом если что да точно лорд салда фолом как я мог забыть эту прекрасную игру так точно так же и здесь вот эти шрифты подобраны как-то стрёмно менюшки блюда ну баржатский да главное чтоб душа была да девочка какая-нибудь которая фанфики пишет еще нарисовал портрета к этой игре точно ты ужасный человек ты хуже меня серьезно ты просто ты ты брызжишь ядом на несчастные инди маленькие игры с кикстартера и они такие что арик мы вместе с тобой со скепсисом относились куда создополис но я просто боялся что она будет как сказать так себе вот а тут не наверняка она будет посредственный мне все равно почему-то хочется в него поиграть я не могу объяснить это это не непреодолимое желание внутри меня зародилось помогите в волны несут меня уносят играть в light fairy tale да да и название такое знаешь супер дебильное такое ванильное название это дашь это японская клюква прям натуральная и французы делают да правда сделать японскую клюкву очевидно что это должно быть круто ну то есть там даже имена и хару все будет классно подождем в итоге я надеюсь они соберут денег и будут купаться в евро и до этого можно сказать в долларах но не евро собирают ладно поехали к следующей новости автор санулси анонсировали игру на санулс скайс над неймингом они не очень заморачиваюсь я чувствую вот тут пожалуйста без издевок вот это нормальная тема вот так вот да тут нам выйдет быстро ты переметнулся я студия fail better games анонсировала санулс скай продолжение скайс продолжение приключенческой игры санулс си по словам авторов новый проект находится на ранней стадии разработки в феврале 2017 года создатели планируют начать на kickstarter кампанию по сбору средств на доработку санулс скайс игровой процесс новой игры мало чем будет отличаться от геймплея санулси а вот место действия иное космос но космические просторы будут образить не ультра современные станции а космические корабли людей что когда-то жили викторианской англии информации о сюжете нет когда и на каких платформах выйдет санулс скайс тоже пока остается загадкой есть у тебя что сказать я смотрю в тебя прям бурлит фанат санулс си да я не такой уж и фанат санулс си но меня немножко выстегнула тема про сюжет которого нет а фишка в том что это достаточно такой уже развернутый мифос эпос про падший лондон то есть это даже не смогу в силе есть вселенная называется fallen лондон игра первая это более-менее текстовый крест в онлайне в котором ты встречаешься с разными странными людьми выуживаешь всякие секреты сплетни как в жизни да очень прикольно по моему эко базар это еще называлась нам как-то вот возможно я путаю но вот именно вот с полом лондоном лондоном было связано несколько теплых воспоминаний потом я запустил сан ласси там ты капитан корабля у тебя вот это я смотрел стрима от земли да да нет подземное море ну по огромное океан там вот и очень много разных городов которых нежить живет еще там какие-то причудливые создания там процедура на генерации да и когда плаваешь у тебя чуваки дико всего боятся на них налетают гигантские летучие мыши потом они понемногу сходят с ума и гигантские летучие мыши сходят с ума и ты сходишь с ума и твоя команда сходит с ума и но в любой момент можно взять и отправиться писать мемуары то есть все я устал хватит своеобразная тема она привлекает именно сеттингом есть даже не игровой процесс там важно а антураж и точно так же скорее всего в сангл скайс но с поправкой именно на космос вот этот он будет викторианским получается но это довольно любопытно потому что просто там ты прессе бороздишь без ну вот эту вот морскую пучину а тут у себя космос который было чем это такой чем хороший кирянский космос тем что его как бы не существовало ну то есть это смешение вещей который мы условно что-то подобное можно наверное попытаться найти жюли верно вот но но не более если если вам просто ну слишком завернул сам если вам нужно продать вот эту игру двумя словами то это лавкрафт в космосе да лавкрафт в космосе вот еще я видел где-то на каком-то новостном сайте на канобу что ли сравнивали со светлячком вот что типа викторианский светлячок но я чуть не уверен насчет этого я думал что скачка совершенно другое настроение такое раздолбайское весело здесь мне кажется более мрачняк такой вот лавкрафт больше подходит я с тобой тут согласен то чуваки будут ловить макконахи больше я так скажу игра про ловлю макконахи это прекрасная дичь какая-то почему до сих пор не существует мемов макконахи гоу и послови макконахи на улицах москвы я не знаю слови макконахи в церкви вот он берем следующие новости тоже нормальный комментарий кстати к новости мимо плутона тихо проплывал красный автобус из которого торчали щупальца перейдем к другим новостям пока сегодня пока прям искать пока на века пока на века реально пока в топе у нас сегодня дейзи по-прежнему собираются на консоли но 99 процентов команды делает пока версию последнее время компьютерной версии зомби зомби мультиплеера дейзи застрявшего в раннем доступе стим мало слышно а у портах на playstation 4 и xbox one и того меньше сообщает стоп геймру тем не менее списывать консольные версии игры со счетов еще рано так на днях заявил в интервью еврогеймер на креативный директор богеме интерактив брайан хиггс разработчик подтвердил что дейзи для платформ последнего поколения медленно но верно медленно скорее верно продвигается в сторону релиза только вот загвоздка в том что трудится над ней всего лишь один на улице надей всего лишь один процент студийных ресурсов давай представим что в студии 50 человек соответственно пол человека работает над игрой и вот я не знаю сколько человек по гейме интерактив конкретно работал шишки на дейзи на серьезного ну как бы очень плохо так как все остальные 99 процентов в поте лица карпят над игрой для пк мне кажется что это ложь мне кажется они все сидят давно уже на багама где-нибудь и пьют коктейли потому что не похоже что дейзи вообще куда-то движется серьезно игра в раннем доступе уже несколько лет до этого она была модификацией неужели за это время нельзя было что-то придумать и уже зрелись игру и так сойдет ну да денег-то она принесла что там каких-то чудовищных уже так что чё париться как объясняет фикс прежде чем представить хотя бы бета-версию мультиплеера в руки пользователей например посредством сервиса xbox game preview необходимо сперва полностью доделать игровой движок nfusion как говорят наши зрители дин холл спасибо за дерьмо вернее бабки ублюдок она как минимум до начала 2017 года этим заниматься почти некому отлично отлично просто до начала 2017 года заниматься то есть может быть это намек на то что в начале 2017 все-таки игра зарелизится и я наконец-то спустя типа блин пять лет смогу поиграть дейзи потому что ну там не пять но условно несколько лет назад я такой думаю а не поиграть ли мне в дейзи а потом такой нет не поиграть и вот когда что я много как бы я зашел так и смотри сколько она там стоила не хочу собрать но типа не очень маленькую цену давайте сейчас посмотрим сколько дейзи стоит мне аж интересно стало сейчас дети доделают дейзи реально мои дети доделают уже мои внуки доделают дейзи почему нет вот стим давайте посмотрим сколько стоит недоделанная игра то есть серьезная я очень прикинь я очень важен сын или дочь и ты будешь их воспитывать и ты будешь их воспитывать ради того чтобы они допилили вот серьезно игра стоит тысяч четыре да нет это реально это бред какой-то игра стоит 1400 рублей она в раннем доступе находится уже слушай wasteland 2 когда вышел в early access он стоил 1000 рублей тыщу там стоили 200 при этом ее там через год допилили и все выпустили серьезно дейзи уже в раннем доступе несколько лет но это бред это издеватель какой-то броды 16 декабря 2013 года три года уже игра в раннем доступе находится до этого она еще находилась виде модификации для арма 2 но но реально я из принципа не хочу покупать эту игру и не хочу давать деньги таким людям три года мать его в раннем доступе серьезно это этот смен самая не давай денег все хорошо и вы не давайте так вот я дочитаю новость эту про эту игру если так можно назвать напомнить что дейзи появилась стиверли аксесс декабря 2012 года несмотря на то что проект торчит там уже третий год подряд было продано более трех миллионов копий игры люди о чем думаете остановитесь верните им верните свои деньги ежемесячно количество пользователей по словам хикса недавно достигло пиков 650 тысяч человек что это за которые поощряют таких вот людей не традиционно разработчиков нетрадиционной ориентации серьезно я вот прям люто против вот такого пусть доделают игру же стыдоба серьезно я не гадусь пол я раз другую я про гнева похоже тематики которые очень хорошо разрабатывают и не хочу вспомнить и чего нет ни про зомби но там тоже скрафт и радактиль и автоматы это арк нет битбокс студия по моему делать хочу заиграть форекс а про рыцарь да я сейчас вспомню вот это новая игра про где 20 слоев одежды нет нет это другая в общем пока я на эту игру я в принципе про свое мнение про дизи я уже сказал но причем концепция мне нравится я бы с удовольствием поиграл но но тысяча четыреста рублей за не до игру это блин и и как вообще после этого люди играющие на пока могут жаловаться на цены нормальных законченных игр на консолях когда пока есть вот такое дерьмо за 1400 рублей не доделаны игры ну правда лайф из феодал точно лайф и в общем побудь феодалом да она прикольная и и очень так активно делают и по моему это прекрасная альтернатива вот этому непонятно чему кайф из феодал шестьдесят пятьдесят к человек это сообщество виртуальных мазокистов авто вас это теперь не арик а вася всегда вот ладно поехали дальше следующие новости я осуждаю я понимаю что богеме и плевать но я их осуждаю увижу на играми погрожим пальцем скажу игру твой да нет ты подойдешь и скажи здрасьте дядя я пройду мимо даже сказать мне плевать на них поехали дальше серии один и хобби урлд выпустят такая нормальная настольную игру war thunder ассада компания годзин энтертеймент и хобби урлд объявили что скоро на прилавках магазинов по всей стране появится настольная игра war thunder ассада по словам авторов настолько подойдет и для большей компании для тихих посиделок с парой друзей всего в игру могут играть до 6 человек режим плечом к плечу подойдет для игроков которые не хотят соревноваться с товарищами в сборе военных трофеев а в режиме фельдмаршал напротив кому-то из игроков предстоит взять на себя командование вражескими войсками и играть против всех остальных цель защитить или захватить город защитники смогут вывести на поле боя советские танки т-34-85 и штурмовики л-2 американские самоходки м18 black cat и истребители и 47 thunderbolt британские танки а-43 black prince и бомбардировщики ланкастер а также другие машины знакомые поклонникам ваттанды на вражеской стороне будут танки мауса пантера самолета завода хэнкель и а много других известных боевых машин кроме того противники смогут проводить диверсии запрашивать поддержку артиллерии и применять другие тактические приемы надо постримать на стол куда но с камерой там не не зачем без камер просто звуком транслирую конечно с камерой я что за вопрос да я немного тупану бывает очень часто оформить предварительный заказ вартандера так вот оформить предварительный заказ можно на сайте hobby world стоимость игры а 1999 рублей при этом все покупатели получат подарок при этом игра уже выпущена будет выпущена это не early access все покупатели получат подарки никто не останется редкий премиумный истребитель лаг 323 редкую премиумную самооходку су-76 м 5 гвардейского кавалерийского корпуса 500 золотых орлов и уникальный титул мастера сады а это в самой игре да это именно в самом вартандере да 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 я понял вот я уже пропустил этот момент и подумал что в самой игре ты запрет заказ саму настолку получишь бонусы просто стоишь покупаешься в лицо этих орлов метают весь в кровище вот забавно надо пробовать потому что так как говорится это может оказаться чем-то очень интересным и какой-то полной дичью соответственно надо будет попробовать я не знаю действительно может быть сверх мечта трансляции настольных игр в прямом эфире обретет форму именно во время игры фартандер осада и вообще я питаю особые чувства к играм которых есть приписка осада например радуга 6 осада на скидкой так вспомнил перейдем к следующей новости я рад очень за гайдин что они выпустили настольную игру расширяют возможности свои у world of tanks кстати давно уже есть настольная игра но они как-то знаете ее выпустили и и забыли потому что я помню что был хайф когда выпустили небольшой а потом как-то и ну и типа и ладно вот я не знаю надеюсь что гайдин и хобби world будут поддерживать игру дополнение в мире настольных игр если вы не знали тоже есть дополнение и расширять вселенную таким образом почему бы нет может быть настольная игра привлечет тех кто не играет в компьютерную игру и наоборот вот берем все еще новости дорогие друзья это будет у нас уже новость про еще одну инди игру почему сегодня должен был прийти артемия вот его прям реально игра за игрой где завтра придет завтра завтра он мне не нужен там будут наверняка попсовые новости фифа 17 выйдет там и так далее я шучу конечно так совпало что сегодня очень много игр которые любят артемий или как минимум прошел артемий и в общем я тоже прошел я тоже могу пояснить я не говорю что ты не можешь просто артемия можно было бы затроллить на эту тему а тебя не хочу троллить даже вот ладно да перейдем к соми игра сома наконец-то начала приносить создателям прибыль не прошло и года как говорится и тут абсолютно серьезный гонкс год кстати ровно и прошел 22 сентября 2015 года шведская независимая студия фрикшнл геймс рискнула и выпустила необычный психологический хоррор сома и теперь разработчики спешат поделиться радостной новостью их риск оправдался и игра наконец-то начала приносить прибыль и я кстати забыл зачитать донат простите пожалуйста я это сделаю тема прислал 101 артемка козлов он ли это тема прислал стадия руку не кажется он бы не прислал денег он жадный а это тема не жадный тема прислал стадия рубль 88 копеек и пишет привет являли уже традиционный 101 88 удачного недели можете посоветовать что покушать в макдональдсе да конечно на сто один рубль мы вдвоем можем себе взять по бургерам нет он спрашивает можем ли мы посоветовать ему что покушать в макдональдсе мы можем ему советую но что ты сам ешь что ты советуешь ну так ему а ты не советуешь ты не ешь макдональдс нет я говорю бургер два покупаем едим и ему советуем тоже два бургера купить нет я не советую я более я более избирательным в вопросах покупки еды в макдональдсе да 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 вот так пожалуйста так вот по поводу макдональдс я тебе рекомендую купить во-первых там появился новый бургер он так себе он стоит 9 рублей а там типа так очень простаясь не поэтому бери иди по классике либо бери бикмак вот либо бери этот кстати появился двойной филе офиш макдональдс до такого давно не было по моему много-много лет назад был двойной филе офиш если я не ошибаюсь и сейчас вот он воскрес вот можешь попробовать его но они конечно чудовищно дорогие филе офиш но тоже типа рыбка все дела дефицит и прочее ладно продолжим бросому самом блоге игроделы сообщили что продажи ужастика перевалили за отметку в 450 тысяч копий на пока и playstation 4 между тем для коллектива фрикшнл геймс это целый праздник а все потому что стоимость пяти лет производства сома с учетом разработка заработной платы специалистам и прочих расходов в 10 с лишним раз превысила стоимость создания амнезия the dark decent разработчик так разработчикам так хотелось сделать проект идеальным что они не жалели денег на актеров озвучания на всякий случай записывая все реплики диалогов по три раза на анимацию и рекламные видеоролики живыми актерами к счастью несмотря на нестандартность геймплея и страхи студии сома понравилось игрокам в сервисе steam ее положительно оценили 95 процентов пользователей плюс игра номинируется на премию золотой джойстик в категориях лучший сценарий лучшая оригинальная игра и лучший визуальный дизайн золотой джойстик да 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 тач мой золотой джойстик агейн что-то самых пришел и что-то самих пришел и геймс то в данный момент часть команды трудится над одним проектом работа над которым я должна стартовать в конце этого года другая часть занимается исследованиями для второго проекта но но про тот не про тот не про другой шведы конечно пока не могут распространяться но обещают кое-какие анонсы еще до конца декабря ждем скажи поясни за сумму я думаю будет нудно пояснять за сома и лучше рассказать про ее создателя это бренд гриб это шведский дядечка который томас гриб шведский дядечка больше информации не нужно ну продолжай но он как я когда с ним общался он говорит ну я проучился в институте как-то я даже не думал делать игры потом я пошел в армию танкистом был сейчас буду на танке кататься стрелять из него на самом деле выстрел два раза потом чистил картошку а потом когда армия картошки и танки в одной истории совпадение не думаю потом он все-таки все дело закончил приехал домой и не выходя из дома сидел и кодил игры вот такая очень невеселая жизнь и потом он рассказал но он как он как мастер ужасов да у него и амнезия и чего только нет амнезии не смысле болезни амнезия смысле игра говорят я попадал в очень много страшных ситуаций меня хотели убить как-то на улице меня хотели покалечить всегда всегда он был на шаг от смерти но до устрачки его больше всего напугало когда он приехал в москву и сел в наше такси и вот там это просто на него такой отпечаток наложила как раз хотел сказать что такая так рассказывает он в россии не жил мне кажется просто каждый день испытываем чувства которые он испытал однажды лишь правда сказал про картошку да но это не шутка то есть я с чуваком общаюсь и он такой рассказывает ну да так было там в армии постреляли пару раз потом вот это вот ну дядю ну все ну вот у шведов вот так ну а чё вы удивляетесь картошку чистят все вообще во всем мире не только в россии и белоруссии так что ну картошка она довольно популярна во всем мире вы не думаете что у нас есть какой-то эксклюзивные права на картошку вот ладно перейдем дальше я поздравляю разработчику сома и конкретно мистера гриба потому что да потому что игра достойная получилось и хороших ужастиков не так уж много особенно психологических особенно которые разработчики которых испугались побывав в москве окажется это откладывает отпечатку на игру не ладно новый ролик подводного скитания little nightmares опять игра про какие-то кошмары команда разработчиков torsia studios опубликовал новый трейлер своей мрачной игры little nightmares напомним что игра рассказывает о скитаниях маленькой девочки по имени шестая по прозвищу какой мужчина красивый вообще просто угодивший в некое подводное чрево место где оживают детские кошмары какой у тебя самый страшный детский кошмар был я уже рассказывал на самом деле из того что я могу вспомнить это мультик не мультик у меня на пластинке была аудиозапись я даже не знаю как это назвать в общем аудиозапись голубого щенка я в детстве просил включить потому что мне он и нравился и пугал одновременно я просил включить мне его включали я убегал и прятался вот я не понимал в чем логика ну у меня такая пластинка там включали я такой блин у меня на самом деле с этим все стандартно телекомпания вид там нет классно не радовала но она классно жутко все я с такого жуткого я не знаю я как-то даже не думаю про свои страхи так прям то есть я там в детстве не боялся клоунов я вообще не понимаю почему боятся но они да не выглядят убого но но в детстве мне не вызывало страха непонятного хотя многие боятся клоунов ладно девочка в мире ужасов при этом видит мир несколько вычурным что помогает ей легко определять опасности но в то же время пугает ее до смерти разработчики постарались сделать шестую максимально обычным ребенком в московской такси сел об зеленую выдающимися способностями все что она умеет способен повторить и любой другой ребенок а умеет девочка прятаться и видеть вещи недоступные взрослым атмосферу кошмара поддерживает музыка от композитора тобеса лилия прослушать кусочек композиции для игры можно мне крайне импонирует вот эти вот грибоголовые чуваки похожи на разработчика предыдущей игры слома да нет в бладборн вот этот вот золотой конус но вообще на пирамид хода если же на то пошло вот мне чудовищно импонирует визуальный стиль этой игры потому что я большой поклонник кукольной пластилиновой анимации эта игра максимально приближена ну не считая конечно наверхуда и армии крога вот мне почему-то кажется что это будет достойная игра но я естественно не могу судить об этом потому что никто из нас еще не пробовал можем доказать зыр зырить на трейлер и тыкать пальцем в небо но я верю и надеюсь что эта игра получится неплохой как хотя бы хотелось бы уровня конечно анревела давай ответим как профессионалы выйдет выйдет нет не выйдет не выйдет время покажет новая передача блин надо было называться не ебм а время покажет тупицы то такие захаром не сообразили сразу вот ладно время покажет я новую новость покажу я абсолютно прав и сейчас у него будет возгорать потому что следующая новость про его любимых разработчиков дек 13 которые сделают делают сейчас игру the search а в прошлом сделали игру lords of the fallen lords of the fallen очень приятно произносить это название игры ну правда нет ладно пока ты отрицаешь я зачитаю отрицательный ответ да нет отрицательный ответ ай и дик ай и джек присылал 319 рублей 56 копеек откуда эти цифры берутся я не знаю алик я привет вот вместо платной и спасибо за и б вместо платной подписки не за что мы стараемся для вас для тебя в частности как и для каждого нашего зрителя когда уже меня прикрутит платную подписку тут и у тебя алик я не знаю но я задам этот вопрос представителю твича потому что уже прошел месяц наверное уже скоро появится и go в радугу а то уже сам давно не играл захару передавайте чтобы быстрее оживал хорошо захар быстрее я на самом деле совершил достаточно серьезную ошибку но между лодок 13 сети интерактив вот это не может разные чуваки по моему в прошлом выпуске сегодня как тогда потом рассказал трогательную историю про южную америку и как там продаются или польские да да но это по-моему немножко разные две темы но тем не менее хорошо ничего страшно никто не заметил на лор санта полом все равно понимать причем знаешь я с тобой даже спорить не буду но перед зрителями нужно был бы извиниться сорян ребят да простим я на вместе или нет шеи выбирайте вам помиловать или казнить я готов казнить его в эфире да не не ну ты чё ну ты чё ну явно это я так на потеху зрителю издательство фокус хом интерактив представила новые снимки экрана из грядущего робота робота экшена от команды дэк 13 получившего название the search пишет нам стратег . ру стратеж извиняюсь да извиняюсь что возможно я ошибся стратеж . ru да игра разрабатывается для playstation 4 xbox one и пока на основе полученного студии опыта во время разработки самого успешного своего проекта лордов фолла для них то он может самый успешный а для нас довольно посредственный который был в меру интересным пишет стратеж чем я не ну относительно не согласен но бог с ним останется на их совести лучше в киндомсов и мало выиграли да примерно такого же порядка игра главное отличие поверьте да ян прав ян прав это шедевр на все времена лан лан хорошая игра что-то я даже не играл стратеж не бойся стратеж не бойся да 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 главное отличие новой игры от приключений харкина будет выбранные разработчиками с этим который меняет множество особенностей но позволяет оставить удачную базу здесь будет боевая система в реальном времени камера от третьего лица разнообразные противники множество оружия механические экзоскелеты все-таки сеттинг то киберпанковский отдаленное или не очень будущее высокая высокие технологии местами низкий уровень жизни противостояния простого работника и кайф к корпоративной системы как будто не знаю все теперь кажется мистером роботом для корпорации сегодня мы пишем сочинение про да пожалуйста определите проблематику и тематику вот эти эти самые скелеты которые показали на новых скриншотах скриншоты выглядят круто геймплей честно скажу то что я видел ну так себе ну то есть на уровне lord of the fallen по если в процентном соотношении брать ну типа вот до 40 игроки будут управлять персонажем способным использовать класс я показываю скриншоты сам себе просто потрясающе друзья я так еще показал что-то объяснил рассказал затер за них вот давайте вам покажу еще раз один скриншоты вот те самые экзоскелеты которые появились на новых скриншотах вот и мне нравится вот этот вот были большая хреновина которая есть в руках у персонажа я бы хотел такой орудовать ну вот в суши игрокам игрок будет управлять персонажем способным использовать использовать самые разные экзоскелеты в боевых целях и на новых скриншотах представлены три набора модульной экзоброни ликвидатор экзоскелет индустриального характера с мощной защиты от радиации огня и хмикатов про протей экспериментальная броня для сотрудников корпорации крео легкая и продвинутая и составной экзоскелет из частей линкс мг горгона и черный цербер этот костюм совмещает в себе особенности нескольких наборов брони что позволяет игроку лучше подготовиться к определенной опасности вот она красавица красавица красота какая не могу бог с ней вот мне очень нравится сеттинг игры мне не нравится геймплей который я видел сейчас я попробую быстренько его для вас найти и показать вот говорят уже лорсов the titan fallen звучит неплохо youtube что с тобой ты заболел господи что происходит просто джека утомили экзоскелета просто джека утомили экзоскелета там по-другому но утомили слушайте но меня не утомили потому что я не так чтобы много ими пользуюсь принцесс пичи прислал 111 рублей пишет скучали по моим студенческим микро донатор конечно да да что ж ты так пренебрежительно к себе да и да или нет все равно вас люблю спасибо за кипящую подборочку свежака спасибо вам я вчера до 4 утра собирал новости очень приятно что кто-то это да ты нет вот а все потому что захар болеет вот серч я хотел показать да чтобы вы понимали о чем я говорю потому что серч геймплей вот он серч геймплей с gamescom кстати трейлер 14-минутный чудовищно долгий трейлер вот так выглядит серч вот так выглядит экзоскелет но симпатично как мне нравится дизайн в целом напоминает конечно марс варлокс и этот как-то он назывался мансер какой-то техномансер да вот но потому что с этим более или менее похожи я пытаюсь промотать а тут все красуется главный герой кстати в сравнении с первым роликом который был выглядит уже получше игра вот боевка вот так выглядит боевая система то есть это какой-то как сказать dark souls но уже не уже не dark souls то есть лорд of the fallen да ну то есть там есть но понятно есть стамина которая выглядит как энергия условно но это какой-то ну какая-то смесь наверное dark souls и ведьмака что ли ну то есть как то так воспринимается во всяком случае визуально надеюсь что у них получится намного лучше чем получилось с лорд of the fallen то что лорд of the fallen откровенно было скучно играть после dark souls игр ну как-то совсем не не это ничего внутри не возбуждалась вот а хотелось бы вот серч интересует намного больше вот смотри какая тварь тут есть прекрасная какой-то сейчас завизжет как как сахилантроп вот так выглядит босс битвы я так понимаю хотя не факт что это босс или босс босс наверное да 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 красивый очень такой злой на самом деле по поводу красивый я немного иронизирую потому что он довольно но скучно задизайнен ну то есть очень похож на metal gear мягко говоря вот мне кажется вот вот сейчас уныние понимаешь дачу игру боевая система она как-то визуально не впечатляет может быть когда ты будешь играть в это то будет лучше играться лучше чувствовать кинестетика но визуально она пока что не впечатляет боеваясь я именно про боевую систему не про саму игру сама игра визуально мне очень нравится пока что вот очень много пока что к сожалению в рассказе про эту игру так что поехали к следующей новость тем более новостей еще чтобы 20 осталось по времени уже прошло до хрена просто давай затопим ученые придумали машину убийцу для мультиплеера doom три дня назад завершился саммит computational intelligence and games в греции на котором прошел первый в мире турнир по doom без единого живого игрока об этом уже на камеру писали сражается искусственный интеллект и не только между собой всем же успехом может расправляться с ботами и живыми игроками на видео на видео демонстрируется то как играет искусственный интеллект созданный в университете карнеги мелан важно отметить что это не бот программа воспринимает игру также как мы с вами форме собранного из пикселей изображения и принимает решение в реальном времени при этом искусственному интеллекту требовался стимул для игры потому что он не способен испытывать жажду крови и насилия как мы с тобой исследователям пришлось вести специальность и мальков а за убийство и сбор предметов и получал баллы а за полученные уроны отсиживания в укрытии терял никите богославского таких открытий становится жутковато мне немного тоже вдруг вот этот искусственный интеллект загрузит туда либо его машину суши но даже в кофеварку слава богу боевых машин не так уж много вот если собаку из бостон дайнэмикс да 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 вот не на самом деле играет довольно неплохо я сразу смогу байку про квей карена 3 также как поставили двух ботов сражаться друг с другом они типа сражались сражались а потом догадались что можно не сражаться это самообучаемые боты это примерно были да ну типа рассказывать что так на самом деле именно именно что байка то есть это неправда такая городская легенда ну слушай я думаю что здесь теоретически это будет более возможно потому что это не бот я не знаю внимательно я на слушай или нет но искусственный интеллект это не набор там то есть он воспринимает игру да да он воспринимает игру не по скриптам а он как бы ему не показывать внутренность игры то есть он не через внутренний код вмешивая через внешнюю все то есть он ему как бы он условно как человек смотрит на игру и играет в нее используя управление стандартное ну как как люди играют и не знаю как объяснить еще более подробно вот но в принципе я думаю это понятно ну то есть но это надо осознать то что ты когда ты просто читаешь или слушаешь что такой ты воспринимаешь как вы и так далее но на самом деле это очень крутая тема мне интересно посмотреть как бы смог были такой искусственный интеллект ну или более доработанный играть во что-то более серьезное где есть некий сюжет или моральный выбор такой смог бы ли он шутить про мамку да и смог бы ли он шутить про мамку потому что нейтан дрейк может поэтому все могут вот будущее наступило загрузит этого робота надо знаешь того робота загрузить эту схему которую с коробки таскал тоже бомбостон динамикс это был который выбивали коробку из рук обижали его пинали палкой вот такой просто взял бы и начал бы расстреливать и получать терминатор натуральный терминатор же будущее уже совсем близко будет себя плохо вести за вами придет этот робот и заставит учить уроки в лучшем случае вот поехали дальше немножко веселья 10 минут чувак я посмотрел целиком этот ролик целиком со звуком тебе понравилось мне было интересно ваша я просто думал стоит ли брать эту новость вообще в целом но я думаю что обсудить то что можно делать watch dogs 2 именно об этом пойдет речь стоит еврогеймер еврогеймера удалось поиграть в watch dogs 2 обширно так и вот они записали ролик о семи потрясающе веселых вещах как как гласит название лорика лорика ролика хиллариус 7 хиллариус вещей которые можно 7 хиллариус вещей которые можно делать в watch dogs 2 так вот watch dogs 2 можно ну если вы читали статьи в превью или смотрели какие-то тоже другие трейлеры вы наверняка знаете что можно вызывать можно прокачивать свой авторитет у некоторых банк или как вот так это работает до конца не было то ли ты напрямую с ними общаешься то ли как-то из тени выполняешь как какие-то задания чем в чем фишка вы можете вызвать бандитов чтобы они напали на кого угодно то есть можете типа условно пометить цель и убить ее и вот и с этим связано очень много разных ситуаций да но тут в чем прикол чувак вызвала просто чтобы убить несчастную женщину которая сидела на скамейке приехали бандиты расстреляют рядом полиция проезжала началась какая-то дичайшая перестрелка эти бандиты это банда у этого чувака была прокачана типа чуть ли не на максимум поэтому этим бандитам удалось устроить целую погоню с перестрелками приехала одни одна машина копов 2 машина копов потом третья подъехала бандиты всех расстреляли поехали дальше вон там говорит что там порядка 20 машин очень нравится что банда называется сын и рагнарока вот наши какие-то в общем адские бандиты устроили замес вообще на пустом месте но благодаря естественно игроку это напоминает знаешь лучшие времена года когда ты начинал устраивать адский замес и все выходило из под контроля вот это примерно то же самое вот смотри просто какое-то безумие на пустом месте что довольно таки прикольно вообще говорят что в игре появилось очень много таких фишек что ты можешь себя вообще совершенно спокойно развлекать не играя даже не играя в саму игру по сюжету или по второстепенным миссиям а просто развлекаясь в самом городе вот дальше из фишек еще из того что появилось это управление автомобилями во время езды то есть ты можешь теперь удаленно заставить любую машину не просто ехать вперед или назад повернуть резко вправо влево и так далее соответственно ты можешь либо раздвигать машину пока едешь сам либо устраивать просто бакханалию с помощью вот с помощью это трафик проблес как говорится трафик троллинг вот как он это называет еще он говорит что тут очень смешные диалоги ну человек автор с еврогеймера вот но на диалоге бог с ним потому что это как-то не я бы не сказал что какая-то такая причина по которой как будто в первом watch dogs были какие-то не 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 глупые диалоги а там потрясающе то есть там сюжет на уровне но диалоги не трогают меня лично за душу поэтому я думаю что здесь больше юмора он то что то о чем рассказывает автор еврогеймер он говорит о том что типа они такие но типа за 300 вот но меня абсолютно не смущает то что я воспринимаю немножко по-другому тут дальше есть теперь фишка с эмоутами эмоуты типа работают ты можешь подойти к прохожим разные эмоуты показывать они будут реагировать по-разному вот одна из фишек которым рассказывать но в ролике этого нет он говорит что ему его коллега рассказал что он зашел в бар там играла музыку он начал типа танцевать под нее эмоутом и там началась какая-то адуль и чуть ли не дискотека какая-то адская вот слова дискотеках теперь можно взламывать роботов и устраивать с ними дискотеки это типа фанфакт но ты можешь реально взломать робота и заставить его танцевать вот я не знаю как это поможет тебе в прохождении игры но типа весело и вкусно фейбл фейбл можно взламывать роботов танцевать нет просто танцевать да а помимо этого о чем я уже говорил я не помню говорил ли это здесь и просто с кем-то обсуждал но теперь вы можете работать таксистом в в сан-франциско и у вас получается да такси сан-франциско фишка в чем все задания по такси я так понимаю будут довольно разнообразным то есть не так типа довези меня из точки а точку б хотя будут заставлять вот такие вещи делать что довольно неплохо потому что обычно обычное такси у которой есть да но ну просто разводишь людей а здесь и разводишь людей плюс чего изучаешь как бы все безумные возможности которые можно вытворять на автомобилях вот в какой такси томас грипп сел потом раздавался но с рачки это когда да да ну а в конце он просто речь что можно дать по щам этого чуваку но это довольно таки неважная информация вот такие вещи вот такой вот ролик вышел по watch dogs 2 мне он намного больше интересен был я надеюсь вам тоже чем сюжетные ролики которых очень много я специально не взял сюжетный ролик который появился потому что уже начинается перенасыщение перенасыщение watch dogs 2 а я очень не хочу этого я хочу в него поиграть но уже не не заспойлив себе половину я немного удивлен негативные реакции зрителей как раз на watch dogs когда но вот сейчас сейчас раз отслеживаю да я могу забавить да нет зачем мне не нравится фишка фишка в чел который ненавидит watch dogs 2 все равно ребят но gta 5 она уже давно это разные игры конечно и я дико ждал что опять появится нормальный сюжетное дополнение но пацаны уже открыли микротранзакции чудесный мир вот выпускают небольшие и ты для gta онлайн а мне что остается делать даже больше dogs 2 и мафия новая и все а чё подожди а чё в чем хейт заключается но серьезно 1 watch dogs недавно наташа проходила я смотрел всю игру почти 90 процентов игры я видел как проходится и блин она не такая плохая какой малюют серьезно ну да там и даунгрейд в графике он как абсолютно не смущает первая игра кстати на которой я понял что очень дико страшный заговор перехода с предыдущего поколения на актуальная потому что на xbox 360 watch dogs выглядит настолько мерзко просто там я не знаю как другие игры там ну просто когда вот это все продвигалось ребята вот вы покупаете на предыдущем поколении на новом она будет выглядеть намного круче но все равно будет какой-то баланс не было никакого баланса я могу сказать что на PS4 игра выглядит очень хорошо ну да по тем временам да и сейчас она выглядит довольно достойно там отличная музыка там довольно есть очень интересный сайт квесты которые интересны не в плане там можно искать было я сейчас даже не про эти задания а про задания которые генерируют но они не случайным образом генерируются то есть их там есть десять штук там условно убей там каких-то преступников но они всегда ну довольно веселые то есть у тебя нет такой рутины что ты берешь одинаковые задания выполняешь нет они всегда веселые интересные можно выполнять совершенно по-разному вот я для себя открыл знаешь какую вещь собственно мне показали что когда ты оглушаешь человека вот что тебе нужно типа устранить такую цель оглушил человека если ты ему прострелиш ноги то он не убейдет то есть ты реально получаешь за то что обездвижил цель не получаешь отдельный бонус но фишка как раз не в бонусе а в продуманности истории что оглушил человека уходишь можно типа свалить если ты ему прострелишь ногу типа он никуда не говорит то что его обездвижил его полиция заберет также ладно тут следующий шаг ты понимаешь тут турактест пишет teens неё worth Watch Dogs, но во вторую часть играть не смогу, я не смогу себя ассоциировать с Нига Хоми Йоу. Не ассоциируй, не играй. Ты понимаешь, это еще было с Гда Сан Андреас, точно так же. Серьезно? У меня много знакомых сказали, там нужно играть за негра. Да вы что, издеваетесь? Это игра про рэпчик? Вы что, вы совсем? Я даже, ну то есть... А знаешь, что было потом? Давай так, с тобой проблема. У меня просто все были знакомые ПКшенки, у меня был Плейстешн 2. Естественно, Гда Сан Андреас сначала выходил на Плейстешн, на консолях. Я поиграл, купил, все нормально. Но потом, когда она вышла на ПК, все играли абсолютно. Никто даже не думал, что там Нигер, да? Ну серьезно. Ну это реально абсурд. Это как говорить, что я не буду играть в Байонот, я не могу себя ассоциировать с женщиной. С длинными ногами. Вы чего-то все играют. Она еще волосатая. Никто не выявляет. То есть, у меня есть костюм, это волосы. Да, я знаю. Это вообще отдельная мякотка. Так что не надо, ля-ля, ты будешь играть в Хонечдогс 2, и тебе понравится. Вот. Ниновим Мойе. Я правильно прочитал? Ты можешь мне помочь с этим ником? Ниновима. Ниновима, сказал. Ян, я поверил. Ниновима, ниновима. Да, присылал 200 рублей и пишет Арику, нашему стойкому оловянному солдатику из эфира в эфир. Спасибо. Я поделюсь даже с Яном. Вот. Перейдем, наверное, к следующей новости. Мы очень долго говорили про Байонот. Что касается, я не рассчитывал, кстати. Я думаю, я так в двух словах тебе прочитал. Дорогие мои зрители. Расскажу и поедем дальше. Дальше у нас еще одна новость про Ubisoft. Да? Да. А, да, извини, я почему-то эту новость проигнорировал и забыл открыть, да. Ubisoft продала больше всех игр за последние полгода. Да, новости индустрии, ура. Исследовательские компании NPD Group в Северной Америке, GFK в странах Европы и NPD в Австралии. В Австралии ненавидят игры. В Австралии ненавидят игры. Да. Просто, мне кажется, это надо на заголовок какой-нибудь газеты вешать. Которые внимательно отслеживают продажи различных участников индустрии пришли к выводу, что за первые шесть месяцев этого года Ubisoft вновь стала самым успешным издателем в вышеупомянутых регионах. По данным аналитиков, если учитывать число игр, проданных с января по август 2016 года, получается, что доля продукции Ubisoft на рынке составляет почти 15% в Европе и Австралии, 16% в США и 13% в Канаде. Сами разработчики убеждены, что подобными результатами обязаны в первую очередь первобытному экшену Far Cry и Праймал, попавшему в десятку самых продаваемых игр года, онлайн-шутеру Tom Clancy's The Division, возглавляющему эту десятку, и любимой игре Артавазда Муродиана Rainbow Six Siege, которые числятся в десятки самых продаваемых игр прошлого месяца. Это все спасибо обновлению Skull Reign, которое увеличило количество активных пользователей на 40%. Ура! Все играйте в Радугу 6! А дальше Ubisoft не будет сбавлять темпы, делает ставку на Just Dance 2017, в которой будет танцевать Паша, на Watch Dogs 2, в которой вы не будете играть, потому что там главный герой чернокожий, темнокожий. Не говоря уже о запланированных еще на начало следующего года For Honor, Tom Clancy's Ghost, Recon, Wildlands и... Не похожий на меня, не похожий на тебя. Главный герой Watch Dogs 2. Ну и, конечно, Южный парк, The Fractured But Whole. Какой же кайф это произносит в But Whole. Ну, я не испытываю радости от... Мне нравится сама, как бы, задумка, но я не кайфую от... Батхоль? Батхоль, да. Но, полный. Вот. У Ubisoft все будет хорошо, и это прекрасно. Я рад за них, потому что... У Ubisoft. Да. Водждокс 2 и For Honor и Ghost Recon, новый Wildlands обещают быть очень крутыми, а South Park все как обычно. Юмор ниже пояса, и бьющий тебя в самый глаз, скажем так. Мягко говоря. Вот, перейдем к следующей новости, дорогие друзья. Новости просто чудовищно. Ну, ну, может, перерыв сделаем? Пять минут. Я могу на вопросы поотвечать, ты можешь немножко прерваться. Да, я... У нас сегодня большой выпуск, я надеюсь, вы не расстроены. Я думаю, вы даже счастливы. На пять минут сделаем перерывчик и продолжим, потому что я уже засиделся, у меня уже немножко... Песок цепится. Песок цепится, да. Давай, вздохни. Спасибо, Ян, спасибо, бро. Не прощаемся. Я скоро вернусь. Ну что, друзья, как у вас дела? Задавайте все, что хотели задать. Где админы Кобры? Пока не знаю. Все счастливы. Сауспар бьет в нос, а не в глаз. Ну да, слушай, вот этот Нозлус Рифт. Вася куда ушел? Вася немножко подышать свежим воздухом пошел. Сейчас вот он там ходит. Алик, тебе говорят, жопа потненькая у тебя. Я не знаю, как они это определили. Вот отсюда. Оттуда. Ян, во что шпилишь? В Дестине немножко? А так, в основном, знаете, во всякие безмозглые истории, типа мультиплеер колды. Я сейчас как-то решил немножко расслабиться. Я не играю ни в какие там сложные, фундаментальные, монументальные истории. Больше как-то вот на мультиплеер засел и минут по 20-30 там включаю. Я намоляю, скажи всем, что правильно говорить в маркетинг. Ну да, есть такая тема. Когда будет Захар? И я думаю, Захар через полторы-две недели выйдет. Когда вы будете стримить, Ян? У меня, если честно, дико лень. Мне нужно настроить там очень много всяких вещей. Еще как-то пересилить себя. Прибраться в квартиру. Ты на Джастин, наверное, похож. Слушал новый альбом Бон Айвера? Нет. Ари, когда поскорим стрим, он пока не слышит меня, к сожалению. И вас тоже с фифой что-то будет. Наверное, на канале у Арика. Я закрутил весу сильнее, будь гусаром. У меня воск для усов остался в рюкзаке. Я сейчас не пойду. Чуваки, что там с банкой на полочке? Минералы выросли уже. А пока еще нет. Там вот какая-то жизнь зарождается. Но, по-моему, еще плесенью это все говно покрылось. Не очень приятно. Яна, можешь сделать грубый голос? К сожалению, нет. Я в детстве упал в чан с гелием. И что-то как-то очень грустно. Ну, могу, конечно, что-нибудь вот такое вот как-то сделать. Я не знаю. Вот серьезно. Как мне изменить еще голос? Говорят, нужно курить, начать. Но я как-то... Мне не по кайфу. Ян, тяжело ухаживать за усами? Нет. Ян, что употребляешь? Минералочка у меня там есть. Ян, титан или варлок? Всегда говорят, что варлок говна кусок. Но мне варлок очень нравится. Нику Донатора, оказывается, ну, наверное. Вдвоем не можете прочитать. Ну, да. Два абсолютно глупых человека здесь сидят в студии сейчас. Класс коррекции. Ян, расскажи свежую историю. Вот когда так вот сразу с разбега спрашивают, это дико сложно. Сложная фундаментальная история это какие? Это, допустим, я запускаю Deus Ex, я в него играю 20 минут. И я понимаю, что мне нужно за ним посидеть еще 5 часов, чтобы как-то погрузиться, получить кайф. К сожалению, 5 часов подряд я пока не могу посидеть за приставкой. Поэтому вот так вот. Ян, рейты новые пробовали или еще не дошли? Я не дошел. Мне нужно раскачиваться. Ян, любишь выбивать ачивки? Есть платины? Нет. Ян, ждешь мафию? Да, жду. Потому что, ну, опять же, GTA 5, она уже вышла давно. Никаких сюжетных дополнений к ней не было. А играть во что-то похожее хочется. Причем, я не знаю, вот эти вот заморочки, типа физика машин не та, то-не-то, сейтинг не такой. По-моему, прикольно. Я не знаю, вот у вас как решение о приобретении игры решаются с физикой машин, автомобилей или чем еще? Так. Говорят, туса, закатывательная машина есть. Прикольно. Нет, я чисто ручками это все делаю. Ян, откуда взялось название еще больше минералов? Есть какая-то история. У Арика с Захаром случился прорыв. Они придумали, и все у них стало хорошо. Ян, в твоей броди есть седые волосы? По-моему, нет. Упал в чат. Ну, не с геями в чат, а с гелием. Но тоже хороший вариант, кстати. К слову, о афроамериканской культуре. Слушаешь ли хип-хоп? Я, кстати, вот за хип-хоп могу пояснить. Мне нравится астроноуталис. Он не чернокожий, к сожалению. Это нормальный белый мужчина, которых обычно притесняют. Но если вы не слушали астроноуталис, обязательно советую классные чуваки. Точнее, классный чувак, и вот с ними. ПОС еще, по-моему, там. Я вернулся. Спасибо, друзья. Ой, там очень много вопросов. Я даже не все успел зачитать, и не на все успел ответить. Это нормально. Поехали дальше, я думаю. Новости индустрии, дорогие друзья. Разразился небольшой скандал, и утих за эти выходные. Палмер Лаки выяснил, что Палмер Лаки, создатель Окулуса, спонсирует мемы Дональда Трампа. Вот такие дела. Дональд Трамп, это один из двух кандидатов в президенты. Ну, не двух, но двух, по факту. Арик, погоди, там важный момент. Меня там уже предъявы кидают. Яна, я знаю, что ты посещаешь Двач. Давай, признавайся. Нет, Форчан. Форчан, только Форчан. Основатель Окулуса, создатель Рифт, Палмер Лаки, рассказал Дейли Бист, что именно он был тем анонимным миллионером, который взялся спонсировать создание мемов в поддержку Дональда Трампа. Лаки, чье создание после продажи Окулуса оценивается в 700 миллионов долларов, а финансово поддержал организацию Nimble America, цель которой добиться победы Дональда Трампа на выборах путем создания смешных картинок в интернете. В политику мы сильно вдаваться не будем, но Дональд Трамп, это очень богатый человек, который решил стать президентом. Говорит он на дебатах очень странные вещи. Вся интеллектуальная элита Америки от него охреневает, но тем не менее. Если вы думаете, что это звучит абсурдно, то ошибаетесь, шутки и мемы стали настоящим оружием предвыборной гонки. Задумайтесь, на официальном сайте Хиллари Кринтон, это второй кандидат, это жена бывшего президента Америки Билла Клинтона, появился материал, объясняющий, что лягушонок Пепе на самом деле расист. Магия мемов работает, и Павер Лаки хочет видеть больше таких шуток. Вот мемы, собственно, с Дональдом Трампом. Вот это мне очень нравится. Давай даже на полный экран сделаю. Трампа-машин сам! Да-да-да-да. Make America Great Again, там вот это все. Вот это меня вообще выстегивает. Но больше всего меня порадовал вот этот, конечно же, мем. Мобой. Мобой, да-да-да. Много-много всего появилось за последнее время с Дональдом Трампом в интернете. В общем, дичь во все поля. Только вот Трампа ненавидит не только Голливуд. Голливуд его, кстати, да, не очень любит. Недавно Джосс Уидон, режиссер... Светлячка. Светлячка и режиссер Мстителей снял ролик агитационный, где собрались все-все-все звезды, и в том числе и большая часть звезд из тех же Мстителей, которые говорят, что, типа, пацаны, надо голосовать из нормальных кандидатов. Вот. А не за Трампа, да. Вот. Ну и Вей ненавидит также вся интеллектуальная элита США, о чем я говорил уже. После публикации статьи The Daily Beast интернет вскипел от возмущения. Пользователи клянутся, больше не используя продукты Oculus. Лаки с тех пор не писал в Твиттер, не давал новых комментариев. Это было, по-моему, да, это было 23 сентября, но вот уже 24 сентября Палмер Лаки написал себе в Фейсбуке не опровержение, а объяснительную, скажем так. Он написал, что я пожертвовал 10 тысяч... То есть он не является организатором, это не был Америкой или сотрудником. Он просто пожертвовал 10 тысяч долларов, потому что думал, что у этой организации есть свежие идеи насчет того, как общаться с молодыми избирателями через несколько рекламных плакатов. Я либертарианец, который в прошлом публично поддерживал Рона Пола и Гэри Джонсона, и я намерен голосовать за Гэри на этих выборах, говорит Лаки. Лаки опроверг слухи о том, что является, собственно, основателем или сотрудником стремящейся к победе Трампа организации Нимбл Америка и заявил, что больше не планирует жертвовать этой организации деньги. И также помимо этого он публично извинился перед партнерами Окулуса и извинился за то, что мог нанести вред самому бренду вот этим своим интервью. Не знаю, насколько, как сказать... В общем, он сделал хрень, причем потом получил бумажки, потому что не ожидал, видимо, что будет такая реакция. Но очевидно, что Трампа недолюбливают, потому что он действительно очень резко высказывается о будущей политике, которую он собирается вести и иногда звучит откровенно странно. В общем, если вдруг Трамп станет президентом, это будет довольно стремная ситуация, я бы сказал так. Но поживем, как говорится, увидим. Надеюсь, что мемы Палмера Лаки поспособствуют и помогут Дональду Трампу победить. Это, конечно, ирония. Надеюсь, вы понимаете. Будем следить за другими веселыми новостями из Америки. Я надеюсь, что это... Ну, то есть, так или иначе, это как-то скажется на взаимоотношениях России и Америки. Вроде бы, как Дональд Трамп более благосклонно относится, ну, как сказать, находится в более хороших отношениях с Владимиром Владимировичем. Но это, как бы, пока идет предвыборная гонка, как говорится, говорят все, что угодно, чтобы лишь бы избрали. А там дальше уже начинается, как бы, ну, реальность. С чем столкнется в итоге Дональд Трамп или Хиллари Кринтон на посту президента, пока даже, ну, предугадать сложно. Но, честно, я бы не хотел, чтобы он так нажитал. Мне кажется, довольно стрёмно будет. Но он очень радикально настроенный мужик. Вот. Ладно, перейдем к следующей новости. Мне кажется, обсуждать особо нечего. Ян? Да великолепную новость вообще по-суру. Не-не, я про это. А, протоколы? Ты пропустил. Пропустил новость. По-моему, нет. Нет, у меня нет такой новости. Как нет такой новости? Вот она. Вот она. Куда ты смотришь? Пропустил новость я. Конечно. Сейчас всё не верстает. Давай я. Кошмар, кошмар. Извините, пожалуйста. Да. А Google и Microsoft подумают о покупке Twitter. Это слух. CNBC докладывает, что Совет Директоров Twitter выступает за продажу компаний, а среди потенциальных покупателей называются Google и Microsoft. Разговоры о возможной продаже Twitter заставили акции компаний подлететь на 22%. Эксперты полагают, что покупка сервиса компании Google даст ей больше шансов в борьбе с Facebook. Microsoft же этим летом объявила о покупке соцсети LinkedIn за почти 26 миллиардов долларов. Ты бы хотел, чтобы кто купил Twitter? Microsoft или... Google. Почему Google? Реально, я не уверен, что это пойдет на пользу. Twitter. А что пойдет на пользу Twitter? Скажи мне. Там уже Twitter сидят. И плачут. Нет. Нет, знаешь, если Microsoft купит Twitter, то Twitter у тебя будет в Xbox прям. Знаешь, такой, ты запускаешь, он тебе твитни. Ты запустил Xbox и в Twitter сообщение «Я запустил Xbox». Нет, на самом деле, мне кажется, что Twitter не надо продаваться, пусть сидит сам с собой и радуется. конечно, если слухи такие пошли, они не беспочвенные, рано или поздно, вероятно, и знаешь, и такой, и Amazon такой выходит в итоге, и такой выкупает. Ну, как было с Twitch, причем, когда хотел его купить Google, в итоге не сложилось, ходят слухи, даже не слухи, что все дело в том, что Google испугался антимонопольной истории, потому что они бы тогда выглядели бы как монополисты этой сферы, то есть у них и Twitch, и YouTube, и все-все-все, и все вообще, и было бы, ну так, не очень красиво. еще Skype у Microsoft. Да, у Microsoft есть Skype. И что осталось со Skype? Skype как был, так и есть. Ничего не изменилось, я не чувствую разницы. Он скрипучий какой-то. Слушай, я реально не чувствую разницу, что Skype раньше был, что сейчас для меня он не изменился. Ну, хорошо. То есть я кардинальных каких-то проблем не вижу. Как Skype был и раньше кривой, и так он сейчас кривой местами. Не хуже, не лучше, как глобально, для меня лично не стало. Многие жалуются, я видел, да, но жаловались. Но в итоге same shit. твиттеру, твиттеру хорошо, как он есть, мне кажется, и продаваться ему не стоит, но, как говорится, это не мне решать далеко. Вот, я не думаю, что мы, главное, чтобы политика твиттера как была, вот, оставаться в рамках вот своего количества знаков, так, ну, вот это не изменится, не должно измениться никогда, иначе, ну, вся концепция рухнет, когда это превратится в обычную социальную сеть. Вот. Ладно, поедем к следующей новости. Киберспортивная конференция «Испорткон», «Испорткон», «Испорт…», господи, какое-то название унесчитабельное. «Испортконфраша». «Испортконфраша» пройдет 1 декабря в Москве. В конце текущего года 1 декабря компания «Смайл Экспо» организовывает отраслевое киберспортивное событие в Москве. «Киберспорт» новая ниша для инвестирования на российском рынке. В конце апреля вышел официальный приказ, в котором его приравняли к спортивной дисциплине. Если вы не в курсе, официально спорт, гиберспорт теперь спорт в России уже как почти полгода. Что же теперь ожидает эта отрасль в России? Именно с целью изучения этого вопроса «Смайл Экспо» ивент-компания с многолетним опытом работы проведет профессиональное, профессиональное, ой, профильное B2B мероприятие «Испортконф» для инвесторов, бизнесменов, представителей игровой индустрии РФ страны СНГ и не только. Статистику я вам рассказывать не буду, я вам просто скажу, какие вопросы будут подниматься на конференции. Спикеры рассмотрят такие вопросы, как развитие киберспорта в Европе и мире, какие возможности для инвестиций в этот бизнес открываются для России прямо сейчас, какие перспективы российского бейтинга в киберспорте, почему киберспорт признали официальным видом спорта, вот это мне нравится, потому что почему? Надо с этого начинать вообще. Станет ли это дисциплина одним из олимпийских видов спорта, вот это мне тема понравилась тоже, появится ли в высших учреждениях России факультет киберспортивного образования, какие существуют тенденции и возможности в российском киберспорте, как собрать успешную киберспортивную команду или организацию, вот это, кстати, вопрос тоже довольно интересный для инвесторов особенно, как создать кибертурнир, который привлечет миллионную аудиторию и спонсоров, вот, хотите зарабатывать на киберспортивном бизнесе или задумываясь об организации киберспортивного клуба, компания SmileExpo не просто создают площадку для обмена актуальной информацией и бизнес-контактами, мы сдаем активный темп развития киберспорта в России, пишут они о себе, присоединяйтесь и вы к нашему движению на конференции и спорт. Довольно любопытная тема, но сейчас, как вам, наверное, известно, киберспорт в дичайшем тренде, в него вливаются нереальное количество абсолютно денег, вы наверняка видели Adrenaline Rush, который делает уже, по-моему, второй турнир по Counter-Strike Go и финал которого будет проходить на Игромире, вы сможете увидеть его своими глазами, вот, и многие, многие сейчас в индустрии двигаются в этом направлении, открываются ресурсы про гиберспорт, уже есть, как сказать, некоторые уже открылись, некоторые будут открываться в ближайшее время, многие, так как, помимо того, что гиберспорт стал спортом, еще и люди, которые смотрят на то, что делают Adrenaline Rush, а это видит, ну, как бы, не только наши маленький уютный уголок, но и вся страна, потому что рекламная кампания просто гигантская, опять-таки, одноклассники, которые делали трансляцию с Галустяном, International, все это говорит о том, что в ближайшее время, ну, год-два точно нас ждет обилие киберспортивных всяких высокобюджетных Пытаются разработать как раз это направление, причем разными способами и пытаются как раз нащупать единственную верную. Пока, по-моему, не у всех. Мне кажется, единственную верную тут даже нету, тут сейчас просто в киберспорте появится огромное количество, уже появилось огромное количество денег, не конкретно в самом киберспорте, а в его окружении появились большие серьезные деньги именно в российском сегменте. И нас ждет очень много киберспортивных историй, в ближайшее время огромное количество турниров и эта конференция как нельзя кстати для людей, которые ну, хотят, но не знают как, потому что этих людей очень много. Я сам лично в последнее время очень много с кем сталкивался на этой почве, к сожалению, говорить ничего не могу, но могу сказать, что да, грядет много, вообще куча всего киберспортивного. От киберспорта мы, я думаю, перейдем вообще к игровому рынку российскому. Он 11-й крупнейший в мире. Компания Ньюзо опубликовала анализ мирового рынка игр и российского сегмента в частности, каноба каноба.ру эту штуку перевела. Очень большие молодцы. Как видно из приведенной инфографики, две трети всего подключенного к интернету населения, это 110 миллионов человек, играют в видеоигры. Замечательно, не совсем, лишь 56% игроков готовы отдавать за свое хобби деньги. Ожидается, что в среднем каждый из 40 миллионов платежеспособных игроков выложит за год примерно 35 долларов. Таким образом выходит, что выручка игрового рынка России составит почти полтора миллиарда. 1,4. И на консоли из этой суммы уйдет лишь 300 миллионов долларов, куда больше россияне тратят в мобильном сегменте 500 миллионов, а лидирует в кассе 600 миллионов долларов. Еще половина геймеров почти уважает кока-колу. Важный факт. Да, 40% почти геймеров уважают бренд кока-колы. Задумайтесь об этом. Сахар вредит для здоровья. Если сравнивать с данными прошлого года, то становится очевидно, что рынок видеоигр в России стремительно растет. Он, кстати, растет последовательно несколько уже лет. Да, да, прям все хорошо. Если, да, в прошлом году Ньюзу насчитало всего 30 миллионов платежных игроков, однако каждый из них был готов отдать 45 долларов. Видите, как? Да. Но вообще именно идет популярность предуплеваемого этого сегмента. Да, 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 мобильный сегмент, он нагибает всех по понятным причинам. На мобилке играть просто и легко и быстро. но вместе с этим на хвост мобильному геймингу падает в целом вся индустрия и это работает на обширную популяризацию и это ну как сказать в этом есть и хорошее и плохое и мне хочется думать именно о хорошей части, где мы все держимся за руки, радуемся и бегаем голыми пополем. Нет, на самом деле. Давай без твоих фантазий пока не станешь. Ну рынок растет и собственно предыдущая новость о конференции и киберспортивный рынок сейчас тоже растет. Я думаю, что в ближайшее время в киберспорте станет намного больше свежей крови. Возможно даже каких-то дисциплин чисто на территории России. например турнир по игре панч-клаб. Нет? Не хочешь? Плохая идея? Не одобряешь? Игра хорошая турнир. Да ну естественно нет. Это я так глупость сморозил. Но в целом по сталкеру. Турнир по сталкеру. Маслину маслину лови. Поймай будет называться поймай маслину. Вот ладно перейдем к новостям. Сука когда не кончатся уже эти новости ну а? Вот что же ты сделал? Не скоро Ян я не виноват что на этих выходных в России стартанули продажи айфона седьмого я даже читать особо не буду тут я вам просто покажу картинки очередей которые люди в социальных сетях у себя постили вот такая вот адуля происходила в Гуме где собственно стартовали продажи вот вот есть такой ролик который мне понравился который в целом показывает все происходящее если он загрузится будет вообще волшебно но походу нет но работал же я же тебя проверял ты же вчера работал почему сегодня не работаешь давайте перезагрузим страницу давай запускай так сейчас не хочет грузить сейчас я еще раз поищу попробую запустить эту новость в общем стартовали продажи айфон 7 в Гуме какая-то истерия за 2 часа до открытия уже были огромные очереди огибающие да удалили почему-то именно этот кусок видимо кому-то он не понравился ладно перейдем тогда я вам просто зачитаю статистики немного 10 тысяч айфон 7 нашли своих хозяев в первый день продаж в России 23 сентября в России стартовали официальные продажи новых смартфонов Apple айфон 7 и 7 Plus смартфоны стоимостью в 56 990 рублей вызвали настоящий ажиотаж люди стояли в очереди скупая новые гаджеты согласно отчету от хайтеч mailroom на первый день продаж приходится около 10 тысяч устройств по данным портала Apple не смогла удовлетворить аппетиты своих фанатов всего было предзаказано около 20 тысяч смартфонов при этом многие заказы не совпали с составом первой партии устройств сообщается что самой популярной моделью стал черный Onyx это было это еще было понятно по хайпу в социальных сетях черный Onyx черный Onyx после конференции Apple максимальной комплектации Apple же отгрузила преимущественно 32 гигабайтные версии непопулярных цветов серебро золото и розовый поэтому многим желающим придется ждать следующей поставки официально официально впрочем ритейлеры и операторы связи не комментируют реальное число предзаказов и реализованных устройств Юлия Дорохин руководитель пресс-службы Megafon говорит что число предзаказов в этом году было в несколько раз больше по сравнению с заказами iPhone 6s также согласно отчету от Hightech Mail.ru в первый день мировых продаж с 16 сентября в России ввезли около 100 серых аппаратов за прошедший же уикенд их число перевалило за тысячу столь низкие объемы поставок по серым каналам связаны с ценой серый iPhone 7 плюс стоили от 200 тысяч рублей чувак 200 тысяч кстати по поводу очередей у гума я насколько я знаю там даже места в очереди подавали насколько ну то есть насколько все замечательно ты можешь понять да вот как ты думаешь какого цвета iPhone 7 купит себе Захар позволяет я думаю розовый это слишком предсказуемое он розовый не купит на самом деле золотой купит да золотой купит захар не смотрит поэтому давай делать ставки давай золотой и ты за золотой. Отлично. С спора не получилось. Черный значит злой. Да-да-да, он не купит, потому что черный значит злой. Он любит купить либо золотой, либо белый. Вот, и вообще может он даже седьмой не купит, но это уже совсем другая история. Вот. Не знаю, ты не хочешь эту новость? Можем ее исключить просто. Смотрите, прекрасная новость. Android смартфоны смогут принимать сообщения с любых мессенджеров. Это опять этот гугл алло. Алена, это Яна. Я думаю, на этом все. Ну, смогут принимать сообщения с любых мессенджеров, и бог с ним. Одной строкой. Хорошо. Поехали дальше. Про другие смартфоны будешь говорить? Или тоже не хочешь? Да. Давай, хорошо. Смартфоны Ле Эко. Ле Эко. Мне нравится еще название. Секси. Ле Эко. Скоро появится розница. Ура! Поехали дальше, да? Нет, смотрите, ребят, стоить Ле Эко будут от 15 до 30 тысяч рублей. Там как раз, судя по всему, две модели. Скоро у них будет собственный флагманский магазин в торговом центре Атриум. Это в Москве? Да. Я думаю, если вам захочется купить Ле Эко, вы купите Ле Эко. Да, но это, типа, нет, если за телефоны пояснять, да, вообще, я как-то вот думал, надо айфон себе прикупить там все остальное, но потом решил не заморачиваться и взял себе бюджетный Вайли Фокс. То есть я зашел на сайт, у них, по-моему, нет официального представителя в России, есть просто именно сайт российский, но магазина физически нет, поэтому ты берешь и вставляешь заказ на этом сайте, с тобой связываться, потом тебе его через Китай, из Китая. Ну вот я когда брал себе сиоми, он даже не был еще в России, представлен. 7000 рублей. 7000 рублей, нормальный андроид. Ну да. Пока проблем не было, он меня уже, ну не знаю, с Е3 я как раз подъедрен его себе брал, чтобы доступ к соцсеткам у меня был и удобно было все. В общем, китайские смартфоны мой выбор, айфоны не мой выбор, 60к за телефон, я уже говорил, что-то до хрена. Ну вот, на мой вкус. Но я понимаю прекрасных людей, которые хотят себе купить айфоны, им просто хочется и колется, и ничего не попишешь. Рад за них. Ну и давай, я слушай, технологии добью уже. Давай, добивай технологии. Новые смартфоны, в общем, по поводу, почему я еще вспомнил про сиоми, потому что ЭЛЕКО идет по тому же, по сути пути, это, ну, относительно бюджетные телефоны, но, ну, довольно высокого класса, скажем так. Прошу. Добивай. Спасибо. Добивай. И сбивай технологии. Что известно о планах Илона Маска по колонизации Марса. Почему-то ты от них три новости пропускаешь, ну, ладно. Бог здорово. 27 сентября Маска выступит с речью уже, да, выступит с речью о том, какие технологии понадобятся для того, чтобы закинуть людей на Марс и построить там долгосрочную колонию. Мужчина моей мечты. Да, красавец. Красавец вообще. Капа Прайд. Капа Прайд, да, по-любому. Во-первых, понадобится огромный космический корабль, способный вместить весь груз и экипаж и ракетный ускоритель, чтобы запустить корабль в плавании. Недавно Маск переименовал эту неразлучную пару в ITS, межпланетную транспортную систему. В твиттере пишет, выяснилось, что Марсовому колониальному транспорту ничего не мешает лететь дальше Марса, так что ему нужен новый имя. Вообще на свэге, чувак. Ракета уже получила условное название BFR, Big Fucking Rocket, а корабль BFS, Big Fucking Spaceship, по ноге из BFG, Big Fucking Gun. Да, из дома, если вдруг вы... Во-вторых, возникает немалая проблема, как посадить огромную махину на Марс, учитывая, что там практически нет атмосферы, способной смягчить падение. Успешно примарсившийся Curiosity весил тонну, а только груз BFS будет весить в 100 раз больше. 100 тонн. Big Fucking Spaceship. Ну, название хорошее, я добрее. Классное, да, вообще. SpaceX не будет идти по стопам NASA и ее Curiosity. Компания уже не раз сажала ракеты на платформы в океане при помощи сверхзвуковой ретро тяги, и таким же способом можно посадить корабль на Марс. В-третьих, кораблю нужно будет очень мощный двигатель. Раптор будет использовать в качестве топлива метан, поскольку метан можно производить на Марсе, что позволит дозаправиться там для обратного пути. А Маск очень хочет вернуть дорогой корабль с людьми или без них. Вот это нормальное уточнение. Не, ну а что, когда реально там такие суммы, что... Ну, конечно. Это бюджет нескольких государств. Первый Raptor был уже произведен в этом году, но пока не ясно, какое количество двигателей понадобится для столь большого корабля. В-четвертых, колонизаторам Марса нужны будут запчасти, пропитание и многое другое. Маск планирует отправлять на Марс грузовые капсулы заранее и продолжать делать это каждые 26 месяцев, когда Земля и Марс находятся ближе всего друг к другу. Пока что неизвестен ряд ключевых факторов экспедиции. Откуда кораблю взять с топлива для самого полета? Большая его часть будет потрачена на взлет с Земли. Как поддерживать колонистов в живых? Тут слишком много сложных факторов. Столько это все будет стоить, кто именно полетит и так далее. Об этом все мы надеемся узнать завтра вечером. Да, я бы очень хотел узнать, кто полетит и как их кормить. Знаешь, что всегда хотел? Полететь на Марс? Нет. Экспедиция на Марс очень важная для нас, конечно. Как пел вот этот мужик с вертолетом между ног. Пистолетом. А, почему с вертолетом? А, ты это называешь вертолетом? Потрясающе. Для этого есть название? Для этого есть название. Да. Так вот. Представьте себе. Людей как раз отправили на базу в Марсе. Они там живут. Ну, вообще, такие уже штуки делали эксперименты на Земле. Да, но тут представьте. Вот на Марсе они там как-то что-то делают. В итоге понемногу сходят с ума. Знаешь, как Cabin Fever. Вот эта вот тема с сиянием. Когда просто начинают ехать крыши и потом ты смотришь это все в прямом эфире, они друг друга там уже убивают. Не, понимаешь, одно дело жить где-то как в сиянии, просто на задворках. А другое дело, когда ты на другой планете, черт. Ну, тоже на задворках. Знаешь, с задворок ты можешь еще как-то выбраться. Условно, если лучше переспечить, то пешком дойдешь до цивилизации. А здесь ты ничего не можешь. То есть это на самом деле глобальное очень большое психологическое давление. То есть у тебя должна быть настолько мощная психика. Я даже, ну, не уверен, что человеку это под силу психологической точки зрения, потому что ты должен быть определенного склада ума, чтобы осознавая то, что ты, черт побери, чуть ли не, ну, не один там условно отправить десять человек, сотни человек, неважно. что вот, ну, все, у тебя жизнь на этом, как бы, у тебя не будет. То есть ты будешь развивать, вот, ты там пионер Марса, условно, и, ну, ты просто до крыши поедет, мне кажется, на раз-два вообще. Ну, то есть это самый сложный фактор в полете, мне кажется, это люди. Потому что все остальное, так или иначе, рано или поздно решится технологически. Ну, там, я имею в виду, что рано или поздно, то есть это не через год или два, а там через десять, пятьдесят лет и так далее. А психологический фактор – это очень стрёмная фигня. Вот. И когда ты будешь осознавать, что ты полетел на Марс, и ты уже не вернешься на Землю, скорее всего. То есть ты останешься там жить, наверное, до конца своих дней, там, не знаю, развивать новую цивилизацию, населять Марс собой и своими детьми. Вот. Пришло некое количество… Да, доната. Нет, самое главное, представь, Захара отправляем на Марс. У Захара самая, знаешь, важная мысль, по-моему. Как новый айфон купить? Нет, нет, с Натальей Портман уже не переспать. Нет, кстати, тут я с тобой не согласен, потому что Наталья Портман тоже отправит на Марс, да, следующим грузом, скажем так. Вот. Нина Вимоя опять… Опять этот… Это ну, наверное, на самом деле. А? Это ну, наверное. А, господи, господи. Слишком, слишком мелкие буквы. Буквы просто… Я понял, в чем проблема, да. Я далеко от монитора, а Арик в очках. Лапва Р рядом с буквой Н, это похоже на букву М. Ну, наверное. Спасибо, Ян, ты наконец-то разгадал этот страшный ник. Для меня страшный, потому что я боюсь ников, которые я не могу осознать. Представил 100 рублей и пишет, Яну за помощь Арику. Без проблем, передам. Флэбилон, представляет 100 рублей, пишет, 2 по 50 вам, господа, ведущие. Отличного эфира, хорошей недели. Спасибо большое. И еще раз, ну, наверное, 200 рублей и совсем забыл фонд развития деградации, да. Мы открыли новую религию. Называется она «Свидетели деградации», да. И мы с тобой одни из свидетелей деградации. Бибис и Батхац. Да, да, да. А продобрей 100 рублей. Отлично звучит. Продобрей 100 рублей. За какую сумму доната вы забреете бороды? Черт, я хотел сделать это бесплатно, но ты донать, как только наберется критическая сумма, я тебе скажу. И дед Мэтт 100 рублей АЕ, передайте Петру, что на сайте зловред завелся. Если с Android заходить, скачивается Android Speed Booster АПК. Доктор Веб определил, как какой-то там банкер-вирус. О-о-о, это полезно. Хорошо, обязательно Петру передадим. Скорее уж понятые деградации. Понятые деградации. И Лига 315 прислал 315 рублей и пишет по поводу LeEco. Компания интересная. В скором времени на российском рынке появятся их телевизоры, в том числе с поддержкой 4К. Средняя цена будет в пределах 25-35 тысяч рублей. Как вариант для тех, кто ждет PS4 Pro и Scorpio. Кстати, да. Это какой-то, знаешь, такой завуалированный пиар уже. Да нет, на самом деле это интересная довольно тема, потому что китайские телевизоры, они ничем не отличаются условно от брендовых телевизоров, но стоят в миллион раз дешевле. Так же было в свое время с DVD-плеерами и прочим-прочим. То есть сначала появляются брендовые дорогие, а потом условно с теми же деталями на том же китайском заводе собираются какие-нибудь плееры BBK, например. Я прилетел на Марс, чтобы жить там и снашать инопланетку. Да, да, да. На Марс я уже прилетел, а снашать некого. В двух словах сейчас скажу. Flybricks выпустила дрон из LEGO. Компания Flybricks представила одноименный комплект для сборки мультикоптера, корпус которого сделан из деталей конструктора LEGO. Вот так вот одной строкой внедрилась новость с игроманией. Перейдем к довольно забавной новости. Это, по-моему, лучшая новость. По-своему, грустная. Интернет Северной Кореи насчитывает 28 сайтов. Кто там жаловался, что ему мало свободы в интернете? Роскомнадзор смотрит на это и говорит, видели? Не выпендривайтесь. Специалист по информационной безопасности Мэтью Брайан опубликовал список сайтов, доступных пользователям из страны с самым закрытым интернетом. Китайская. Китайская. КНДР. Северная Корея. Как оказалось, они могут посещать всего 28 ресурсов и среди них нету 4chan. Брайан, располагающихся в доменной зоне .kp. Брайан отметил, что доступ к списку сайтов ему удалось получить случайно, сделав соответствующий запрос к серверу ns2.kptc.kp. Я не знаю, зачем я это прочитал, но надеюсь, вам поможет. В настоящее время эта уязвимость уже закрыта. Более того, многие ресурсы оказались временно недоступны из-за резкого наплыва посетителей со всего мира. Я не удивлен, потому что я прочитал эту новость. Первое мое желание – это пойти и посмотреть, что же есть в жизни интернет-пользователя КНДР. Авиасайт есть. Есть friends.com.kp. В частности, пользователи серверной Кореи доступен сайт национальной авиакомпании AirCoreo, сайт с рецептами популярных блюд, новостной сайт и сайт крупнейшей в стране газеты No Don Sin Moon. Полный список ресурсов можно посмотреть на гитхабе. Вот я сейчас открою. Вот. В Redmi зайди. Да, в Redmi. А, в этот Redmi. Вот тут нажми просто и вниз. Да, вот. Ну как-то, не знаю, давайте попробуем зайти на сайт готовки, например. Надеюсь, это не будет какой-нибудь адский порн-сайт, который прямо сейчас. Я пока на friends зайду. Не заходит. Cooks.org.kp не открывается. А, нет. Открывается, смотри. Понемногу. Понемногу. Полегоньку. А что такое? Что? Если вы знаете корейский, то флаг вам в руки. А так мы, собственно, я хотел, я хотел увидеть картинки красивых корейских блюд, но во-во-во, началось. Блинчики. Я открыл. Слушай, а сайт-то неплохо выглядит. Открыл friend.com.kp там 60 години заедно с Киммерсенской Корея и Генкорея Пебеда будет всегда за Кореей. Блин, мне уже страшно. Ты понимаешь, ты заходишь вот в этот интернет, а тебе по-русски, да, на ломаном говорят, братан, вот вот твое место, оно вот где-то там, да, сейчас Корея придет и тебя раскатает. Я кушать захотел от этих картинок, если честно, да. Блин. Грустно за братьев наших северных корейцев. Грустно и вкусно. Грустно и вкусно одновременно, да. С одной стороны смотришь, такое, 28 сайтов. Ну вот, как-то, ну, не густо. Еще, естественно, все они наполнены дичайшей пропагандой, очевидно. Угу. Вот. Ну, хорошо хоть 28 сайтов есть. А то могло бы и ничего не быть, понимаешь? Один сайт, где Ким Чин Сын смотрит на тебя и говорит, стратишь? Небось. Да. Была же клевая тема, ты берешь, заходишь на русскоязычное северкорейское радио, которое там рассказывает это все русским голосом, тоже ломаным языком. Вот. Включаешь какой-то бесплатный бит и у тебя как будто рэпчик читают. Серьезно? Это настолько смешно? Я тебе верю. Как ни странно, я даже, возможно, попробую сегодня. Хорошо. У Вити Зуева как раз спросил, он, по-моему, эту штуку пушил. Вот. Ладно. Новости кино. Да. Передем к новостям кино и сериалов, дорогие друзья. Ходячим мертвецам обещают долголетие Стартрека. Ура! Да здравствуют ходячие мертвецы и Северная Корея. Ну, вдруг. У сериала Ходячие мертвецы вот-вот начнется седьмой сезон, а у его спин-оффа Бойтесь Ходячих мертвецов сейчас идет вторая половина второго сезона. Сегодня выходит тринадцатая серия, между прочим. На конференции Goldman Sachs коммунокопия президент AMC Джош Саттон заявил, что мертвецы похожи на Звездный путь. Как и в случае со Стартрек, этот франчайз можно возобновлять, переделывать и перезагружать с новыми героями до бесконечности. Стартрек уходил и возвращался три раза, и мы думаем, что с The Walking Dead и Fear The Walking Dead у нас есть франчайз такого уровня. Тот редчайший франчайз, который иногда появляется в нашем бизнесе. А в целом Саппин считает, что у мертвецов впереди невероятно долгая жизнь, но у мертвецов не жизнь, а существование, да? И что сериал будет идти еще много-много лет. Седьмой сезон стартует 23 октября. Автор комикса, Роберт Киркман, я уже рассказывал об этом, наверняка не все слышали. В русском издании в начале комикса ты открываешь, что там есть предисловие, буквально там пара слов, где он рассказывает, почему он вообще начал писать комикс, что ему всегда было интересно, что происходит во всех зомби-фильмах, про зомби, про выживание, про постапокалипсис с заражениями и прочее. Всегда самое интересное, что остается после титров. Ну, для него. Потому что, понятно, конфликт там как-то разрешается, и в итоге он говорит, я всегда задавался вопросом, а что потом, как они живут-то дальше, как они развиваются, как они общество строят. И как бы с этой целью он и начал создавать свой комикс, и он, в принципе, тоже имеет некое такое видение бесконечного комикса, да, про ходячих мертвецов, где очень много героев, где они все время там умирают, новые появляются, они строят общество, пытаются там остепениться и, ну, вернуться к нормальной жизни, то есть закончить, как бы, с этой зомби-заразой, который, в принципе, закончить довольно сложно, потому что там остался маленький процент населения, там, земли в живых. Вот. И с этой целью он, собственно, и делает этот комикс, и я думаю, что сериал примерно в это и превращается, потому что вот появился вот Fear of Walking Dead, который, это спин-офф от основного Walking Dead, где просто рассказывается история других людей немного в другом месте. Вот. И он тоже неплох. он, конечно, не дотягивает по уровню, там, драматизма и любви к персонажам, как основной сериал. Ну и понятно, он намного моложе, всего лишь второй сезон сейчас у него идет. Но есть все шансы, как бы, тоже перерастив, ну, по крупности дотянуться, как минимум приблизиться хотя бы через, там, годик-другой. Вот. Я очень рад, потому что я тут солидарен с Киркманом, абсолютно, мне нравится концепция вот эта, которую он придерживается, чтобы показать, что происходит вообще в обществе, не рассказать просто одну историю, а показать прям весь мир в таком обличии. Условно, бесконечный фоллаут только про зомби. Ну, это классно и это здравые мысли, но если тебе зомби не нравятся, как бы, и они далеки от тебя, от твоих интересов, то... Ну, это уж другой вопрос. Если ты не любишь зомби, то да. Ну, как бы, это можно сказать про любую вещь, если ты не любишь... Брокколи. Если ты не любишь брокколи, тебе не понравится... Брокколи, чёрт подери. Джеймс Бонд. Джеймс Бонд, да. Если ты не любишь шпинат... Это многоуровневая шутка. Да-да-да. Если ты не любишь шпинат, тебе не понравится... Моряк Папай. Ладно, перейдём к грустным новостям про индустрию кино. Продюсер Матрицы... Ну, он не совсем продюсер, но об этом чуть позже. Голливуд отказался от аудитории молодых мужчин. Современный Голливуд перестал снимать фильмы для молодых людей мужского пола, и они перестали ходить в кино. Так считает известный продюсер Лоренцо Ди Бонавентура, стоящий за картинами Константин, Трансформера, Солота, Бросок Кобры. Ну, и не только. Хотя Ди Бонавентура не значится продюсером в титрах Матрицы, именно он прочитал сценарий никому неизвестных братьев Лачёвски и нашёл фильму «Финансирование». В интервью The Hollywood Reporter по поводу выхода своего нового фильма Deepwater Horizon Ди Бонавентура заявил, что мужскую часть публики в современном кино игнорируют, и что вместо вездесущих фильмов с рейтингом PG-13, то есть для 13-ти и старше, надо делать что-то... Это там, где нет крови, типа. Надо делать что-то более мрачное и более взрослое. Как говорит он, сейчас я зачитаю. «Как индустрия, мы пережили крах DVD как формата, мы пережили атаки видеоигр и реалити телевидения, но меня очень сильно разочаровывает, что ответом на эти угрозы стало полное отсутствие выбора. Мне кажется, это неправильно. Мы отказались от молодых мужчин в нашем бизнесе. Им нравятся фильмы с рейтингом R, это там, где кровь, расчлененки и жесть всякая. Они были самой надежной аудиторией за мои 25 лет в кинобизнесе. Теперь на них положиться нельзя, потому что мы не делаем для них продукции. Это большая ошибка». В качестве примера фильма, испорченного PG-13, то есть основным рейтингом от 13 лет, Диббен Авентура назвал без зуба ремейк «Великолепной семерки», вышедший в США на выходных и терпящий бедствия среди критиков. Да, его там ругают нещадно. Но при этом кассовые сборы у фильмов, впрочем, приемлемые, что не помешает снять «Великолепную восьмерку». Вот. Это прекрасный пример такой ограниченности. «Мне это непонятно. Я не хочу смотреть такое кино». Это все слова Диббен Авентуры. «Считается, что противоречивая и разделяющая аудиторию кино не окупается. Я с этим категорически не согласен. Но именно боязнь любой спорности заставляет повелителей кинобизнеса, я не имею в виду людей, управляющих студиями, а имею в виду их боссов, вести себя настолько осторожно». В общем, он говорит о том, что боссы, которые дают бабосы на кино, совсем боссы-боссы, они не хотят рисковать. В принципе, их можно понять, когда ты воротишь уже большими деньгами, тебе рисковать-то не хочется. Хотя, как бы, если ты не рискуешь, то ты и прибыль большой не получаешь. Диббен Авентуры называет «Три короля», «Тренировочный день», «Падение» и «Матрица» самыми противополучимыми фильмами из тех, над которыми он работал. «На каждом тестовом показе трех королей, на сцене, где женщине впадает в голову пуля, 10% аудитории вставало и выходило из зала. И мы оставили эту сцену в фильме. Сегодня бы ее вырезали». Я, кстати, смотрел все фильмы, кроме «Падения». «Тренировочный день» очень крутой. Если вы не смотрели, посмотрите, обязательно там драма про… Там Итан Хоук играет. Да, там Итан Хоук и Дензел Вашингтон. Там история про копов и про их тяжелую жизнь, про коррупцию, про подставы, предательство и, в общем, очень интересная драма полицейская. Вот. При всем этом, судя по трейлерам и сценарию, «Ди Поттер Хорайзен в текущем виде типичная безопасная студийное кино и жертва системы, которую Диббен Вентура столь яростно критикует», пишет Канобо. «Да и молодая мужская часть аудитории, на мой взгляд, уже безвозвратно испорчена». Это уже пошло мнение автора новости. Тут можно спорить, но мы не будем. Вот. Правильно говорит. Вот вспомните «Дэдпул» опять-таки. Фильм «Дэдпул» довольно неоднозначный, с рейтингом R, но при этом он отлично зашел. Его еще очень агрессивно продвигали. Его агрессивно продвигали, но если бы фильм был не очень хорошим, он бы не встретил... То есть, если фильм был бы плохим, его бы посмотрели, он бы, может, кассово окупился, но при этом критики бы его не похвалили. А тут, понимаешь, что-то получился двойной успех. И критику вам понравился более-менее, и аудитория вам понравилась, и все довольны. Хотя рейтинг у него R, и там есть довольно жесткие сцены. Ну, как бы, как жесткие. Мы ели к человеку, выросшему на, там, не знаю, Арнольде Шварценеггере, мне кажется, на фильмах с Арнольдом Шварценеггером ничего жесткого там не видится. Или там на «Рэмбо» том же. Но при этом... С другой стороны, Арнольда Шварценеггера в фильме не стропонировали, а в «Дэдпуле»... Да, ну, то есть, «Дэдпул» вполне все нормальный, просто, да, есть эта проблема кино, чем больше ты денег тратишь, а индустрия кино, она работает в таком виде, что у вас постоянное увеличение затрат происходит. То есть, так же, как с играми. То есть, раньше вы могли сделать игру за 3 копейки и получить с нее, там, прибыль соответствующую. Сейчас, чем дальше идет, чем больше разрастается индустрия, это нормальный абсолютно процесс, тем больше денег уходит на производство во многом благодарящее техническому развитию. Потому что игры и фильмы становятся сложнее технически в производстве. И поэтому, когда ты, блин, вбухиваешь там миллионы денег, ты не хочешь рисковать. С другой стороны, очевидная совершенно тривиальная вещь, которую я уже сказал, если ты не рискуешь, то у тебя нет шанса сорвать куш. Вот, поэтому трусливые кинопродюсеры будут дальше снимать всякие фильмы, типа... И для меня это дико. Когда великолепную семерку делают ремейк, блин, жесткого... Ремейк жесткого вестерна переделывают в непонятно во что для без крови. Серьезно, вестерн без крови. Ну, это настолько абсурдно, что, ну, даже слов нет. Ну, то есть это же не супергеройское кино для всей семьи, типа, блин, мстителей. Это, блин, про мужиков с пушками, которые защищают деревушку. Вот, ну ладно, это так. Смотрите, любите и платите рублем за хорошие фильмы, а плохие просто не смотрите. Совет от Боженки. Ладно, я думаю, тут можно... А, ну тут короткая новость. Да, одной строкой. По ковик-су-посту про город преступников снимать сериал. Это не про постул, который жестокая игра, это про постул, в котором город преступников. Да. Платформа Hula выпустит сериал по мотивам... ... ... Как эти, с синдромом Туретта, они постоянно шитфакт, да? Платформа Hulu выпустит сериал по мотивам комикса Postal, проект не имеет отношения к игровой серии, а все население в комиксе, вот в городе, его составляют преступники. И там происходит, да, собственно, преступление, которое начинает расследовать внутри города и начинается, соответственно, веселье и вакханалие. Так и живем. Да, следующая новость, которая тоже одной строкой, по мотивам Fruit Ninja делают фильм. Ну, то есть то, что он делает фильм, мы уже рассказывали, он поступил в производство. Ура! Вот, ну, то есть не ура, а пофиг, абсолютно. Я думаю, что это будет очередной мультик по игре, который, ну, я не знаю, Angry Birds, тебе понравился? Angry Birds? Да, мультик. Мультик. Я не смотрел. Я, я пытался. Мне не зашло вообще. Что-то я... Я последний путь, который, посмотрел, полный расколбас. Вот я еще в такой полный расколбас не дошел, но Angry Birds мне... Расколбас хороший. Юмор меня настолько не впечатлил, что как-то стало грустно. Потому что игра-то довольно неплохая, во всяком случае, была на старте, после, там, миллиона итераций со «Звездными войнами» и прочее, прочее. Ну, я немножко печален. И мне кажется, Fruit Ninja будет еще хуже. Вот. Ну, не суть. Давайте перейдем к новостям Уродска. О новости города Уродск. Да. Новости Уродска, конечно, меня сегодня просто уничтожили. Давай я тогда заряжу. Давай, заряди. В Москве закрыта выставка Джока Стерджеса с обнаженной натурой. Все бы ничего, но вот сейчас объясним, почему. Да. В Московском центре фотографии имени братьев Люмьер закрыли выставку известного американского фотографа Джока Стерджеса. Стерджес специализируется на изображениях обнаженных подростков и детей женского пола, сделанных на американских нудистских пляжах. Об этом сообщает Медуза. А выставка Джок Стерджес без смущения открылась в Москве 8 сентября. 24 сентября люди опомнились. Член Совета Федерации Елена Мизулина направил в прокуратуру запрос о проведении проверки выставки в связи с публичной демонстрацией материалов с детской порнографией. С таким же требованием выступил уполномоченный по правам ребенка в Российской Федерации Анна Кузнецова. Представители центра сообщили, что Стерджес гарантировал согласие каждой модели в договоре с галереей и что для посещения выставки установлено возрастное ограничение от 18 лет. Председатель Президиума Организации Офицеры России и член Общественной Палаты Антон Цветков заявил журналистам, что получил огромное количество обращений от возмущенных граждан. В результате чего было решено ввести так называемые общественные санкции и блокировать вход в центр. В итоге 25 сентября представители офицеров России сообщили, что блокируют выставку, а представители выставки, что добровольно не открывают двери, так как опасаются провокации. Цветков осмотрел выставку вместе с представителями полиции и не нашел там ужасных и мерзительных фотографий, на которые ему жаловались по интернету. Но, по словам Цветкова, на порядка 15% фото были изображены полуобнаженные дети. Цветков заявил, мы считаем, что это тоже, конечно, недопустимо, хотя необходимо давать юридическую оценку. Владелец центра Наталья Григорьева... Такое, знаешь, это звучит как, ну я на всякий скажу, что это недопустимо, но типа я не уверен, но я на всякий скажу, что недопустимо. Да, ну нет. Владелец центра Наталья Григорьева объяснила решение закрыть выставку так. Так, вчера весь вечер, сегодня всю ночь я получала угрозы абсолютно неадекватных людей. В итоге выставка была закрыта, чтобы завтра у этого центра фотографии начались какие-то неприятности. Не начались. Не начались, да. А, нет, сейчас. У стержица, кстати, были проблемы в США. В 90-х его студию в Сан-Франциско обыскала ФБР и конфисковала все оборудование. Суд в Сан-Франциско тогда не выдвинул стержицу никаких обвинений. Тем временем самый известный голый ребенок в истории музыкальных альбомов, Спенсер Элден с Nevermind группы Nirvana, воссоздал эту фотографию с собой главной роли 25 лет спустя. Делать снимок Элдена совсем голым фотограф отказался. Ну, мы видим, да. Что я могу сказать? Я, конечно, блин, от таких вот новостей просто у меня немножко начинает подгорать уже серьезно. Ну, то есть, вот это вот то, что ты сегодня рассказывал про Кодзиму в виде иконы, вот это из этой же категории, потому что, ну, для меня лично, потому что есть вот эта фраза любимая, в Симпсонах это уже было, в Симпсонах есть офигительная серия про цензуру, когда в Спрингфилл привозят Давида. Да-да-да, я помню. Да, известную скульптуру Давида, и там вот церковные, жена, по-моему, святого отца местного устраивает хайп на тему того, что, да он же голый, да как так можно, это же дети увидят, там, вот это все. И в итоге, как они решили конфликт? Они надели ему штаны, они Давиду, Давиду надели штаны. Ну, значит, это было, я не помню, это серия какого сезона точно, вы можете загуглить и посмотреть, и, в общем, многие серии, которые сейчас смотришь, Симпсон, которые как-то резонируют с тем, что происходит, там, в нашей стране, или в какой-то еще стране, тебя ты смотришь на это с таким, знаешь, с такой улыбкой, ты понимаешь, что люди в таких вопросах, они ходят по кругу, ведь тогда, когда эта серия была сделана, она тоже была сделана из-за резонанса некого, да, связанного с цензурой. Ну, то есть, в итоге мы тоже дойдем до того, что начнем прикрывать античные скульптуры тряпочками, понимаешь? Ну, давай, давай по-другому поставим вопрос, ты, ты ходил на эту выставку? Нет, я не видел работу. Нет, работы не видел, но что? Ну, города закончили. Смотри, если там действительно есть то, о чем предполагают и о чем жалуются, у меня тогда другой вопрос, почему так медленно все работает? Нет, в том-то и дело, вопрос не в медленно работает, понимаешь? Нет, там, если, если. Почему тогда опомнились настолько, ну, поздно, скажем так? Это дело не в этом, понимаешь? Если человек делает, и вот он там, фотохудожник, по слову, признанный там, не знаю, вот в Сан-Франциско его там обыскивали в лабораторию, но обвинение не предъявили. Он там фотографирует, творит. Сюда привез, а здесь, ну, как бы, негоже, понимаешь? Вот меня это отношение смущает, что, типа, значит, где-то ты можешь это делать. Я сейчас не говорю про какую-то жесть, я про совершенно абсолютно, как бы, какие-то вещи, которые в рамки вписываются. Где-то ты можешь фотографировать людей, полуобнаженных моделей, там, подростков. Мы сейчас говорим как раз о детях и подростков. Хорошо, у тебя есть... У меня такое ощущение, что просто чувак вот выходит с фотокамеры, он начинает снимать как раз вот девчонок этих, да, и у него начинает просто торчать на это все дело. И он здесь... Но, но так как вот я в этой стране, да, себя считаю таким нормальным быдлом, потому что высокое искусство, оно, к сожалению, не для меня. Каждый раз, когда я приходил на выставку, которая была так или иначе связана с современным искусством, мне было там некомфортно. Можем с тобой посмотреть, я показывать не буду на стриме. Я не вижу ничего предуседительного в этом. Возможно, не те картинки, хотя, ну... С другой стороны... Слушай, обнаженных людей изображают же тысячи, ну реально, тысячи. Ну да. Тысячи под... Слушай, серые... Нет. Слушай, античные все эти скульптуры... Нет, Арик, все-таки серая территория, ты понимаешь? На границе. Ладно, хорошо, провокационно. В таком формате надо тогда вообще все запрещать? Да нет. Вообще все, вот реально надо джинсы доведу надевать. Я не говорю, что нужно запрещать. В Пушкинском музее голые дети в виде скульптуры, реально. Я видел. И что? Ну давайте, типа, им, не знаю, штанишки наденем. Ну то есть это уже доходит до какого-то абсурда. Ну то есть или это урегулировать тогда на другом уровне? Если... Зачем вот устраивать вот этот хайп? Не, ну я еще понимаю, что все модели еще дали согласие. Это тоже важная фанта. Не ввозите тогда эти фотографии. Тогда, ну то есть, не разрешайте эту выставку изначально. Зачем разрешать эту выставку, то есть устраивать эту выставку, а вам приходить и там баррикадировать вход, там ответственные граждане. Ну это смешно, это такой абсурд. Это как я говорю, вот то, что мем с Кодзимой, которая обижает там кого-то. Ну то есть, блин. А меня обижает, что кого-то обижает мем с Кодзимой. Я, ну как бы, меня, мои чувства здравомыслия оскорбляются чужим оскорблением. Ну серьезно, это можно бесконечно продолжать. Ну, я в этом вопросе все-таки с тобой не согласен. Я считаю, что достаточно одиозная и неприятная история. Ну, я... Я не топлю за то, чтобы запрещать. Мне сам по себе не нравится вот такой заход. Какой заход? Что он обнаженных людей фотографирует? Слушай, нет, вообще очень много фотохудожников, которые фотографируют обнаженных людей. Делают это красиво. Но у меня такое ощущение, что конкретно вот этот чувак, он когда это все снимает... Откуда ты знаешь, почему у тебя такое ощущение? Ну, вот так вот, мне кажется. Серьезно. Ну, блин, вот ты мыслишь сейчас, как они, которые... Нам кажется, что у него были плохие умыслы. Это как это... Я считаю, художник... Полиция нравов, да? Да-да-да, я считаю, что художник хотел показать в этой картине там то-то-то, хотя художник хотел показать совсем другое, но я-то считаю. Ну, то есть вот эта позиция та, через которую мыслят вот эти люди, которые пытаются это все запрещать. Блин, я реально говорю, давайте тогда Пушкинский музей закроем. Серьезно, там до хрена обнаженных скульптур. Ну, да, это абсурд, я не знаю, взять какие-либо там... Меня может быть оскорбляют просто обнаженное тело, даже не детское. Вот я против, и что теперь? Я должен вставать, баррикадировать все? А меня, может, оскорбляют одетые люди. Не знаю, меня твое оскорбило. И свое тоже. Ну, то есть, это надо, ну, либо регулировать на уровне тогда въезда таких выставок, ввозов в страну, вот. Ну, либо как-то по-другому. Надо было не доводить вообще до этого всего. Ну, серьезно. Либо оперативно реагировать. Либо, ну, не устраивает. В конце концов, ты идешь на выставку, ты платишь деньги за вход. Ну, или там, не платишь, не важно. Ну, там есть какой-то фейс-контроль условный. Если тебе нет 18, тебя не пускают. Вот. Ну, а если ты там, понимаешь, ну, то есть, с тем же успехом можешь сказать, что есть некрофилы, поэтому мы не будем людей закапывать в землю. Мы не будем хранить людей, потому что вдруг кто-то выкопает и надругается над ними. Давай, знаешь, подведем итог вот этой новости. У меня реально, условно, возгорело в очередной раз. Заходишь на выставку, да, смотришь на фотографию, а тут из-за угла тесак выруливает, целую пи-письку. Да, да. Вот. Вот. Понимаешь, я, ну, и пример из моей жизни. Я ходил на какую-то выставку, я уже не помню, какого-то японского фотографа. На мой взгляд, это не искусство, а дерьмо собачье, реально. Он там просто фотографировал вагины и пенисы и так далее. Ну, то есть, какие-то... Причем, все это было как-то неэстетично и неинтересно, некрасиво. Но я не стал бегать и кричать, господи, чужие вагины и пенисы оскорбляют мое, там, не знаю, не знаю что. Вот. Я просто, типа, мне не понравилось, я высказал свое мнение и все, я не считаю это искусством. Я тоже не говорю про запретить, мне просто кажется, что не комфортная какая-то ситуация. Начинаю там, типа, говорить, а все, типа, плохие, надо все запретить. Ну... Ну, ладно, не хочу вообще. Давай, давай про наши любимые видеоигры. Все, давай, тема дня, да. Надо было это делать, тема дня, в общем. Главная страница Steam скоро изменится. В Steam есть приватная группа для сторонних разработчиков, где Valve делится планами на ближайшее будущее. Но, по всей видимости, разработчиков в этой группе так много, что любая информация мигом сливается в открытый доступ. Накануне закрытом сообществе Valve объявила, что готовится внести изменения в главную страницу магазина. Трепещите, пользователи ПК. Как считает компания Gabe Newell, списки рекомендаций хорошо себя показали. Поэтому следующее обновление интерфейса снова целится в индивидуальные предложения для каждого покупателя. Домашняя страница... А, еще хотел сказать, что по поводу прошлой темы. Фразу, которую я не сказал, но очень хотел. Понимаешь, от того, что ты запретишь такую выставку... Ничего не изменится. То есть, выставка не превращает человека в педофила. Ну, или условно, я так понимаю, защищают детей, там, вот это все. Он все равно никуда не денется. Ну, то есть, это борьба с витринными мельницами. Вместо того, чтобы бороться с проблемой, пытаются лечить, не знаю, совсем другое. Ну, извините, да. Просто у меня прям горит от таких вещей. Сейчас, опустим минералы. Домашняя страница Steam посвежеет. Картинки игр в некоторых местах станут больше. Слева появится колонка со ссылками на разделы популярных новинок, лидеров продаж, недавних патчей и так далее. А справа колонка с играми, которая пользуется спросом у ваших друзей. То есть, вы сможете, вы будете знать, что любят ваши друзья, извращенцы. Вот, выставку. Да, да. Вот кусочек картинки для того, чтобы оценить. Но, пожалуй, самое любопытное для нас с вами изменение – это глобальные настройки предпочтений. Пользователям позволят исключить определенные типы товаров, например, продукты из раннего доступа, да изи, будь ты проклят, программы, видео, VR и другое. Исключенные продукты не будут показываться на главной странице и в некоторых других секциях. Арик, я прерву тебя, нужна рубрика новая. Давай. Другое и ну такое. Другое и ну такое. Кроме того, Valve пересмотрит систему кураторов. Кураторы смогут указывать, какой тип отзыва они оставили – положительный, отрицательный или просто информационный. Рекомендации от кураторов, на которых вы подписаны, начнут появляться в главной капсуле. Видимо, это та большая каруселька, занимающая самое видное место на домашней странице. Сейчас я вам попытаюсь показать, потому что по описанию не очень понятно. Каруселька – это вот эта штучка. Каруселька, каруселька. Ну, собственно, автор новости называет каруселькой. Так вот, с помощью таких изменений Valve надеется привлекать именно потенциальных покупателей, а не просто всех подряд. Мол, если пользователь оставляет те или иные товары в выдаче на главной, он приобретет их с большей вероятностью, и ценное место на странице не уйдет игре, которая человеку совершенно не интересна. Ну, это логично, мыслят они абсолютно верно. Например, если тут смотреть, то и, ну вот, ну, зачем мне, например, игра вот эта вот, Invitation 2. Инвеншн. Ой, Invitation, Invitation, я с ума уже сошел. Survive 2. How to Survive 2. Battle Ride. Я бы все это поисключал, чтобы мне выпадало это. Ну, то есть, потому что эти игры... Это не так надо искать. Никогда не заинтересует, ну, меня, ну, в очень-очень малой доле вероятности. Так вот, главная страница Steam преобразится в ближайшие недели. Будет интересно глянуть, что же это будет, и как Габен по-новому будет сосать из тебя деньги, мой маленький, пытливый зритель. Вот. Твои комментарии, Ян. Если у тебя нет, то мы заканчиваем. Говори свои. Габен херни не сделает. Габен херни не сделает. Это, ну, как бы, и так понятно. Поэтому он и не делает How to Survive. Да, 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 абсолютно верно. Поэтому нет ни одной игры с цифрой 3, потому что, мне кажется, он в детстве, не знаю, получил какую-то серьезную травму, посмотрев, например, Назад в будущее 3 или что-нибудь еще. Хотя Назад в будущее 3, в принципе, не плохой фильм, это плохой пример был. Давай подумаем, что с цифрой 3 ему не могло не понравиться. Не знаю, Чужие 3. Чужие 3 мне нравится, тоже сложно, да. Снял Дэвид Финчер, в конце концов. Он, ладно, он снимает, наверное, плохие фильмы, но не часто. Ну, в общем, у Габена определенно травма, связанная с цифрой 3. Вот, и мы надеемся, что рано или поздно психотерапевт, которого он наверняка может нанять себе, потому что деньги у него есть, насколько нам известно. Три психотерапевта. Три психотерапевта может себе даже нанять. Вот, все-таки вылечит его, и он анонсирует Half-Life 3, потому что, ну, уже, ну, сколько можно. Вот, на этой замечательной ноте возгорания любви к ближнему и любви к современному искусству сегодня был хороший выпуск, долгий такой, прям, нежный. Как читала группа наркотики, в моей голове звонко и пусто это называет современное искусство. Всем спасибо, что смотрели, с вами была передача «Еще больше минералов». Смотрите нас завтра утром в 11 утра, мы для вас зачитаем сегодняшние новости, с удовольствием расскажем самое интересное. С вами были Ян Кузовлев и Артавас Мурадян. Спасибо, пупсики, за донаты, спасибо за просмотры, мы вас любим, целуем, обнимаем. Любите и вы всех вокруг. Учитесь хорошо или будете как мы. Да, это ужасно. Учитесь хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok